МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько стоит не сесть в тюрьму? Коррупция в цифрах, званиях и должностях. Сегодня поговорим о коррупционерах в погонах. Отвратительный вид взяточничества. То, что вызывает, безусловно, у каждого болезненную реакцию. В эфире программа Вести Долг. Меня зовут Ольга Скобеева. Здравствуйте. И сегодня наша премьера. Фильм расследования. Сенсационный фильм расследования Бориса Соболева. По-настоящему острый материал преступления без наказания. Шокирующие подробности российского казнократства. Кто и почему фальсифицирует уголовные дела? И правда ли вокруг тотальная безнаказанность? Чтобы нам с вами быть изначально предельно конкретными, тема у нас непростая, тема дискуссионная, острая. Наверное, у многих вызовет какие-то смешанные чувства. Приведу статистику МВД. 2014 год. За коррупционные преступления уволены. 400 полицейских. 2,5 тысячи понесли. Дисциплинарную ответственность. 630 сотрудников наказаны конкретно за взятки. 113 это руководящие оппозиции. То есть работа ведется. Что тогда не так? Борис, мы понимаем, почему раздражение вызывают коррупционеры-чиновники. Всем все понятно. Правильно ли я осознаю, что коррупционеры в погонах, они вызывают уже даже не раздражение, а настоящий страх? То есть у каждого нормального человека, у каждого из нас возникает чувство тотальной беззащитности. Правильно ли это? Ну, в общем, правильно. В общем, правильно. Оно действительно возникает от мысли, что случись чего, некуда жаловаться. Случись чего, некому обратиться. Обратишься, дело замнут, исчезнет, преступник на воле, ты виноват. Вот это самое страшное, и это, в общем, очень сильно, на мой взгляд, подрывает веру граждан в государство. И здесь ведь не только дело в полиции. Это не вот то, о чем мы рассказываем, это не о коррумпированности только одной полиции и только одних правоохранительных органов. Это о готовности одних брать, а других давать, а третьих закрывать на это глаза. Атмосфера, сама атмосфера такова, что закон не может нормально функционировать. Когда мы берем, вот сейчас взять уголовный кодекс, там целые блоки статей, которые вообще не функционируют. Мы читаем, условно говоря, про гигантское черное лесорубство. Найдите хоть в одном открытом источнике, источнике человека, севшего за это. Нет. Мы говорим там о гигантских хищениях рыбных ресурсов на Дальнем Востоке, там по нескольку миллиардов долларов ежегодно на протяжении уже лет 20, если не больше. Вы не найдете ни одного человека, получившего за это время реальный срок. Мы говорим там о преступлениях против природы, нарушениях природоохранного законодательства, тяжелейших. Там заливают нефтью водоемы, там и так далее. Найдите хоть одного, кто сел за это. И вот так, если пойти по пунктам, то выяснится, что кроме какого-то, в общем, весьма небольшого набора статей, таких вот простых, понятных, все остальное существует чисто теоретически. Практически максимум, что люди получают, это получают условно. Или получают какую-нибудь колонию поселения на полтора года, что он вышел через две недели. Или всем известные истории об отсидках, так сказать, у себя на квартире, там и так далее. Понимаете, самое страшное во всем этом, что это действительно, на мой взгляд, подрывает доверие гражданина к государству. Ульга, можно слово? Эдуард Петров, ведущая программа «Честный детектив». Можно тоже выступить по этой теме. Я хотел бы сказать очень важную вещь. Да, конечно, Борь, ты прав, что у нас, наверное, с твоей колокольней все плохо, но тогда получается, кого же мы показываем программе «Честный детектив» или мои коллеги программе «Весь дежурная часть». Мы что, актеров показываем? Осужденных, задержанных. У нас жертвы тоже актеры. Получается, есть же реальные дела, есть реальные преступники, которые отвечают за совершенные преступления. У нас есть и лесорубы черные, у нас есть и браконьеры, у нас есть люди, которые воруют золото, которые качают нефть и так далее и тому подобное. Мы же не актеров показываем в нашей программе, Борис. Бесспорно, бесспорно. Борис, наверное, как раз и говорит о том, что эти люди есть, но потом они почему-то не садятся в тюрьму, правильно? Вы говорили в том, Эдуард, что ваш фронт работы – это криминальная хроника. Не криминальная, а правовая журналистика. Криминальная, а правовая журналистика. Криминальная, а правовая, в 90-е годы. Максимум отправили, значит, в СИЗО. Я не криминальный репортер, Борис. Хорошо, Эдуард, вот если начать, взять тот же архив вашей программы, которую я нежно люблю, и проследить судьбы людей, мы, к сожалению, судьбы вот этих задержанных, мы, к сожалению, обнаружим, что там очень много судеб, вот таких, о которых пойдет речь в нашем фильме. Но не всегда. Не всегда, да мы не говорим о том, что вы обобщаете, что у нас никто не сидит, никто не получает речи. Не надо доводить до абсурда. Кто-то садится, кто-то выходит, бесспорно, но количество, если мы начинаем смотреть вот эту статистику, то количество безнаказанных историй, которые заканчиваются пшиком, ничем, по-моему, катастрофическое. И вот если кто-то не садится, то это уже само по себе ужасно. Анатолий Григорьевич, Боря намекает на то, что система не работает. Можем ли мы относиться к этому именно так? То есть речь идет не о человеческом факторе, не о каких-то частных случаях, а о том, что это массив дел, которые, наверное, даже раскрывают, но потом что-то с ними происходит. Вот что с ними происходит? В чем дело? Я должен сказать, что есть эмоциональная сторона этого вопроса, то, что, собственно говоря, сказал Борис, потому что, видимо, готовя этот репортаж, узнав определенные факты, конечно, я могу разделить вашу эмоциональность. Но, с другой стороны, есть и правовая составляющая этого вопроса. Это, в том числе, так называемое правоприменение. Ведь иногда мы сетуем, да, часто слышим мнение общества, что вот привлекли коррупционера к ответственности, и через какое-то время его выпустили. А давайте посмотрим еще на другую сторону этой проблемы. Могут ли у нас сегодня правоприменители эффективно собирать доказательства по делам о коррупции? И так далее, и так далее. Это тоже один из главных вопросов. Потому что, да, эмоционально, когда я вижу, что кто-то, да, или знаю, что кто-то берет взятки, и в то же время понимаю, что не могут доказать его вину и отправить его в места лишения свободы, при доказанности его вины. Конечно, я же буду возмущаться. Это ни в коем случае не снимает то, что содержится в фильме Бориса. Я думаю, мы сейчас его посмотрим. Я частично его уже посмотрел. Но вопрос-то в другом. Давайте мы посмотрим, как здесь общество и правоохранительные органы, или общество и государственные деятели, как мы можем найти здесь согласие. Общество вправе и абсолютно справедливо требует, что, пожалуйста, покажите, чем вы занимаетесь, как вы работаете, как вы расследуете их... И обвинить общество в эмоциональности тоже, наверное, неправильно. Все мы люди, все мы переживаем. И действительно очень болезненно, так же, как и Борис реагирует на происходящее. Я бы хотел, чтобы за решеткой сидел человек виновный, а не потому, что это нужно для жирной палки, для отчета потом, что кого-то задержали. Вот это принципиально важный вопрос. И когда мы в рамках работы общественного совета при МВД России, мы, тем более я вхожу в кадровую комиссию при президенте, я могу вам вас заверить в том, что, если у нас есть информация в кадровой комиссии при президенте, что человек занимается коррупцией, или он дал недостоверную декларацию, такие лица не проходят на должность руководителя в субъекте Российской Федерации. Я лично участвую и принимаю соответствующие решения вместе с теми, кто заседает в этой комиссии. И так далее. Другой вопрос, что я думаю, что у нас будет возможность поговорить, что происходит вообще в правоохранительных органах, в других государственных органах. Потому что понятно, что есть так называемые исследования, есть так называемые едоки мяса, а есть едоки травы. То есть едоки мяса – это активные граждане, которые загоняют людей и понуждают их давать взятки. А едоки травы – это те, которые могут патрулировать улицы, зайти в палатку, взять батон хлеба, я не знаю, кефир какой-то, еще что-то, чтобы потом в случае чего дальше не вмешиваться, либо прикрывать. Это опыт, который прошла Америка и Европа. Были созданы соответствующие комиссии, общество административное и так далее, и так далее. Потом, ведь граждане сегодня, которые недовольны работой полиции, их надо больше вовлекать, и чтобы они видели, как полиция работает. Вот этот заслон надо открывать. Да, сегодня созданы общественные советы. Да, мы много делаем, чтобы те, кто вошел в общественные советы, чтобы они понимали, как работают. Руководители территориальных органов, отчитываются перед общественностью, перед членами общественных советов и так далее. Но, вероятно, этого тоже недостаточно, потому что есть один полицейский, который совершает преступление в каком-то взятом отделе, то граждане не доверяют, как правило, всему отделу, потому что они считают, что если он берет деньги, то, соответственно, наверняка его кто-то покрывает. И так далее, и так далее. И сложно гражданина обвинить в болезненности реакции. Михаил Юрьевич, как нам к этому относиться? Можно ли решить вопрос одним только вовлечением граждан и демонстрацией им того, что вот есть люди, которые все-таки наказаны? Нет, конечно. У нас, знаете, вообще, когда заходит речь о коррупции, у нас очень много лозунгов, благих пожеланий и абсолютно нежелания понять причины, истинные причины, и посмотреть на западную. Ну, сейчас Толя упомянул Америку. Значит, в Америке коррупция в полиции процветала махровым светом, до которого нам еще очень-очень далеко. Еще хлеще было. То есть, намного хуже, чем у нас. 50 лет им по Крыму. Вот. Пока не появился Гувер, пока не появилось ФБР, которое начало прежде всего заниматься коррупцией в полиции. Но там и тяжкие преступления совершались. Да. И тогда вот на этом, вот, я совсем не люблю ФБР, да, но, тем не менее, исторический опыт показывает, что Гувер, так сказать, это сумел сделать. Я могу привести пример не такой далекий. Москва. Коррупция в полиции была запредельной. Появляется колокольцев на должности начальника главка московского. Резкое снижение коррупции. Ну, он, конечно, наводил порядок. Дай бог как. Дай бог как, это как. Как наводить порядок, чтобы работала система. Ну, насколько я знаю, дальше пойдут слухи, да. Стояли видеокамеры, он неожиданно приезжал в отделение. И мы это снимали сами, ездили с колокольцем по делам полиции. Это была работа вполне конкретная. Ну, это кадровая работа была. Ну, и отсюда кадровая работа. Понимаете? Я от журналистов двери никто не закрывал. Я вам приведу пример один бытовой. Да, вот у Бориса в фильме его примеры. Я тоже фильм смотрел. У меня проще пример. У меня племянница живет в очень таком элитном доме. Конечно, не молочный переулок, как Господа Васильева. Ну, такой старый элитный дом, недалеко от Киевского вокзала. И у нее в подъезде, в двух квартирах, открылись настоящие притоны. Таких привокзальных проституток. Она позвонила мне и говорит, Миш, что делать-то? Мы вызываем участкового. Они с удовольствием приезжают. Вот просто сходу приезжают. И через минут 15-20 выходят такие довольные, что мы начинаем догадываться, зачем они приезжают. Используя некоторый свой административный ресурс. Значит, я начальнику УВД говорю, слушай, наведи порядок. Он говорит, попробуем. И опа! А он сделать ничего не может. У него нет основания войти в квартиру. Закон на полицию сформулирован так, что если там не совершается преступление, конкретно в квартире, он войти не может. А потом ему старшие товарищи намекают, слушай, ты не туда полез вообще-то. То есть полицейские, они тоже оказались в довольно сложной ситуации, потому что коррупция как система поразила всё. Ещё две ремарки я сделаю. Первая. Значит, в 2008 году началась серьёзная борьба с коррупцией. Такая системная государственная борьба с коррупцией. Об этом сейчас почему-то не принято говорить, но уровень коррупции среди чиновничества значительно снизился. Значительно снизился. А кто занимался чиновниками? Правоохранители. Но тот, кто что-то стережёт, он это и имеет. Поэтому они, занимаясь коррупцией среди чиновников, сами стали весьма оккурпированы. Посмотрите среднюю продолжительность работы следователя в Следственном комитете. Сколько он работает? Два-три года. И хватит. Нет, его не снимают с работы, он сам уходит. Хватит уже. В смысле, заработал и ушёл? Это вы сказали. Я просто сказал, хватит. А я спросила. Наверное, не знаю. Может, устаёт очень сильно. Наверное. Беда вся вот в чём. То, в чём Борис сказал такую фразу. Я не знаю, что Борис имел в виду. Некуда жаловаться. До тех пор, пока у нас не будет судебной системы, которая будет вызывать доверие граждан. Я подчёркиваю слово «доверие граждан». До тех пор все попытки борьбы с коррупцией – это пустые хлопоты. Вот недавно прозвучала идея введения института следственных судей. То есть это судья. Прокуратуру же лишили полномочий всех. Практически всех. Значит, следственный судья – это тот, который даёт санкции на обыски, на аресты, который ведёт, как бы следит за расследованием. Какой вой поднялся против этой идеи сразу? А вспомните послание президента. Что Путин рассказал нам? 200 тысяч возбуждённых дел в отношении бизнесменов. Из них в суд попало 15%. Попало в суд. Я не говорю, закончилось введенным заключением. Значит, где отжимают – там. А прокурор имеет какое-то влияние на следствие? Никакого. Он только утверждает введенное заключение. А до введенного заключения дело не доходит. А вот то, что будет у Бориса в фильме, извините, заранее забегаю вперёд. А когда дело теряется, что прокурор может сделать? 270 тысяч дел потерялись. Что можно сделать прокурору, когда дело потеряли? И доказательства терялись. Вот. И последнее. Так а как нам быть? Как нам быть? Борис, это ситуация безвыходности, правильно? Такое ощущение. К этому мы с вами пришли в результате нашего разговора. Все всё понимают, но делать нечего. Я уверен, что ситуация имеет выход. Просто она требует комплексного решения, а не точечной посадки какого-нибудь милиционера или назначения какого-то дополнительного прокурора. Понимаете, пока не будет с самого верха сломлена атмосфера, ничего не изменится. Пока воздух общества пропитан этим, ничего не получится. Бессмысленны точечные акции. А как нам ломать эту атмосферу? Сверху или снизу? Что делать? Ну, давайте. Разрешите, я, наверное, всё-таки, да? Ну, давай. Бывший прокурор, давайте. Два генерала, вы разберитесь. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Небольшая ретроспектива. Вот сегодня тут Борчевский говорил о судебном следователе. Наверное, 95% наших граждан моей страны никогда не читало концепцию судебной реформы, которую написали 10 авторов. Его, кстати, друзья там тоже. Адвокат Резник, бывший член Верховного Конституционного Суда Марчакова и так далее. Этот документ был направлен на то, чтобы подменить наше право англо-соцонским или романо-германским. То есть забыли про наши обычаи, традиции, законы, про многотысячелетнюю государство плюс её правоохранительную систему, которая показывала прекрасный результат. Так вот, в этой концепции было заложено, не перебивайте, подождите, подождите, сейчас я вам всё объясню. Было заложено, знаете что? Лишить суд устанавливать истину по делу. Это страшный документ. Что такое УПК? УПК – это закон, который рекламентирует деятельность всей правоохранительной системы страны. Он даёт задачи под законным актом, на оперативную, агентурную работу и так далее. Но я задам всем присутствующим вопрос. А какая задача стоит перед нашим современным УПК? Отвечу, нет такой задачи. А какая задача раньше ставилась перед УПК? Зачитаю. Задачей УПК является быстрое и полное раскрытие преступлений. Изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона. С тем, чтобы каждый совершивший преступление был подъемлен справедливому наказанию и так далее. А в нашем УПК... То есть мы снова возвращаемся к теме неотвратимости наказания. Правильно? В этом проблема? В этом проблема? Не только в этом. Не только в этом. Посмотрите наш действующий УПК. И вот статью 15. О чём там говорится? Суд не является органом уголовного преследования. Не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создаёт необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления представленных им прав. Что это на простом языке? На простом языке ничего не понятно. Ничего. Ничего нашим зрителям, к сожалению, не понятно. Это вестилище. Давайте вернёмся. Вестилище, на котором подбежает кто? Жулик, у которого много денег. Слушайте, давайте вернёмся к теме, тема, вот эта фирма. К сожалению, к сожалению... Давайте вернёмся к фильму. Фильму вернёмся. Это действительно непонятно. Мы забалтываем тему. Забалтываем тему. Секундочку. Давайте о борьбе с коррупцией говорить. Борис снял прекрасный фильм. Мы его посмотрим. Но ведь очень важная вещь сказать, что мы говорим не только о мелких преступлениях, но сейчас же мы снимаем журналисты и дела по начальникам управления внутренних дел регионов целых, которых в наручниках вывозят из отдела. Забалтываем тему вы. Нет, нет, это вы забалтываете, это вы забалтываете, читаете лекцию, лекцию, что такое подзаконные акты, что такое УПК, не знаете вы, просто напросто. А мы говорим о том, что есть конкретные дела, конкретные дела есть, конкретные дела. Вы назовите какие. Вы что, историк, что ли, получается? Мы говорим конкретно о борьбе с коррупцией. Начальник УВД Сахалинской области в наручниках был генерал, арестован, задержан. Начальник Ивановской области в наручниках арестован, задержан, представлены дела, коррупция, диваны покупал себе кожаные такие, из крокодила. Арестован, арестован. Начальники других регионов по России в наручниках доставляются в суд, и никто не говорит, что мы по мелочи сажаем сотрудники полиции или следственного комитета. Есть и генералы, которые берут с поличным за то, что они разворовывают бюджетные деньги. А то, что некоторые покрывают и других своих сотрудников, руководитель УВД берет по-крупному, там, на закупках диванов мелкие сотрудники по мелочи закрывают дела, наверное, где-то и тоже за деньги решают. Но это есть конкретные истории. Вот мы о чем должны говорить. А вы читайте нам лекцию. Два слова. Сразу после рекламы мы продолжим наш разговор, как по мелочи мы боремся с коррупцией, или что-то у нас действительно сейчас получается. Продолжим разговор сразу после рекламы. Не переключайтесь в эфире программы «Весть и док». В эфире программа «Весть и док». Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о коррупции. Непростая тема, дискуссионная. Давайте все-таки вернемся к главному нашему спорному моменту. Ощущение безнаказанности, которое сегодня, возможно, возникло у людей. Это вообще уместный термин? Безнаказанность. В этой ли ситуации мы с вами сегодня оказались, Михаил Ильич? К сожалению, помимо безнаказанности, сейчас я об этом скажу, есть еще тема беззащитности. Они оказываются вот как бы на качелях. Причем у нас редкие качели. У нас обе идут вверх или обе идут вниз, обе стороны. Значит, у большинства граждан есть ощущение беззащитности, а у определенной группы граждан есть ощущение безнаказанности. Вседозволенности. Вседозволенности. Причем очень интересная вещь. Есть такая наука, криминология, которая изучает причины преступности, средства борьбы с преступностью, наука. И вот криминология уже лет сто назад пришла к выводу о том, что степень ответственности не отражает уровень, так сказать, закона послушания. Не ведет к снижению преступности. К снижению преступности ведет только уровень раскрываемости преступлений. Я как-то однажды пошутил, что если у нас за взятку будут давать 15 суток, но 100% взяточников, то у нас на завтра прекратится коррупция. Ну, потому что понятно, что если 100%, то тебя поймают, и ты получишь 15 суток. То есть жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения. В этом же проблема. Проблема неисполнения компенсируется демагогическими увеличениями сроков и жесткостью закона. Вот в чем проблема. Вот сколько бы мы, вот уже лет 20, мы говорим, и постоянно у нас безнадега, что делать. Вот там посадили генерала, там выпрыгнул в окно генерал-лейтенант. Так и будет. Почему? Потому что нужно бороться с причинами. И никакие репрессии никогда не позволят победить ни коррупцию, ни преступность, ни отвратимость, наказание. Как говорил Беккарий и то, о чем начал говорить мой коллега. Не отвратимость, наказание, не обязательно сидеть в сроках. Теперь, теперь, почему? Что нужно для того, чтобы тут уже раздавались системы? Нужно понять, что коррупция сегодня не просто угрожает национальной безопасности, она встроена в систему управления государством. Да, она встроена в систему управления, потому что подбор кадров ману-ману слава, рука руку моет. Поэтому здесь на первом плане должна быть подбор и расстановка кадров. Подбор, обучение, расстановка, ответственность и так далее. Этого нет. Франц Адамович, вы согласны, рука руку моет сегодня? Нет, нет, ну дайте доскажу до самого основного. Сейчас, сейчас, сейчас. И еще. Давайте по тезисам, просто мы сразу же прокомментируем это ваше заявление, было бы это важно и понятно. Да ну полминуты и дальше я не буду ничего говорить. У нас существует целая когорта людей, прикрытых законом. И самые, кстати, находящиеся в риске коррупции. Это работные прокуратуры, следователи, судьи, кто там еще, значит, депутаты. Они имеют абсолютный иммунитет. Они должны иметь иммунитет, связанный с их работой. Но не абсолютный иммунитет, как сегодня. Поэтому что же вы можете сделать с тем другим? Иммунитет не имеет только полиции. Давайте, давайте делать это. А Кученина, знаете, как я выстачаю? Вот вам, пожалуйста, коллеги. Лучше мы можем сделать, Франц Адамович. Коллеги, вот смотрите, на мой взгляд, ну во-первых, я хочу сказать, меня нельзя обвинить в том, что я эту тему заманчивал лично. Хотя, может быть, из всех присутствующих здесь я единственный не юрист, который не до конца, вот, как бы, может быть, и некие категории понимает. Но, Оксан Иванович, я с вами не соглашусь в плане того, чтобы просто не обидеть огромное количество людей, которые честно служат правоохранительными людьми. Не, вы знаете, Оксан Иванович, мы, может быть, первый раз за много лет вот в таком формате, на центральном телевидении поднимаем и обсуждаем эту тему. И я понимаю Владимира Ильича, Владимира Ильича, который, как профессионал, пытается ввести это в некую узкую плоскость профессиональных вещей, но это дело круглого стола. Это не предмет нашего сегодня обсуждения, потому что правы, Оксан Иванович, вы в том плане, что нужно искать причину. Нужно искать причину. И второй момент. Вот в политике я уже давно. Мы, допустив вот эту либеральную демагогию, вот вспомните, Александр Иванович и Владимир Ильич, в те прошлые времена, когда было в обществе востребовано, принимали эти законы, мы же с вами тогда их сотнями пытались исправлять. Пытаясь... Франц Адамович, либеральная демагогия, это вы о чем сейчас? О тех принципах, о которых говорили коллеги, которые заложены, связаны с Западом, без учета наших специфик, особенностей, менталитета и многих других вещей. Но, смотрите, у нас есть специфика. У нас, для наших людей, я стою только на этой позиции, должно быть четко определено и жестко регламентировано. Сделать допуски нашему человеку, как только у нас не запрещено, человек обязательно будет это делать. Разрешите я... Это один момент, это один момент. Второй момент. Коллеги, коллеги... А вопрос только можно? Да, да. Вы сейчас понимаете, что вы сейчас оскорбили весь русский народ? А, извините, а можно я... Понимаете или нет? Вот, может быть, я и не понимаю. Может быть, я и не понимаю. Я прошу прощения. Может быть, я не понимаю. Я эмоционально в фоне вот этого разговора говорю. Но вот смотрите, коллеги, я в данном случае хочу перевести на некую жизненную практику. Я работаю много лет уже в Смоленской области. Я помню, как это было при одном начальнике, и как сегодня есть вот при другом начальнике с Коковым генералом. Я помню, как приходили люди, и какие были на приёме претензии, говорили, и как эта ситуация изменилась. Вы знаете, я честно хочу сказать, что очень хотелось бы, чтобы мы были в этом всем вопросе очень объективны, очень объективны. Оценивали людей и давали объективную оценку. При этом, коллеги, вот сегодня Владимир Ильич и Александр Иванович говорили о несовершенстве нашего законодательства. Коллеги, вы не извините, но вы были большими начальниками, когда многие основные аспекты эти закладывались. Не я их закладывал. Я тогда служил в воздушно-десантных войсках, и я скажу честно, не очень хорошо эту ситуацию представлял. Но я помню случай, когда у нас, когда я пришёл молодым лейтенантом, сгорело казарма, вернее, пьяных офицеров, а начальник один инженерной службы своровал тротил. И там поднялся большой шум, и мой командир батальона, капитан Аршинов, говорит, вот создаётся впечатление, что у нас полк самый плохой. Мы тут самые бандиты, ничего не способны, не делаем и так далее, из каких-то отдельных случаев. Коллеги, есть тенденция. Эту тенденцию необходимо обсуждать. Есть тенденция. Она связана с людьми, с людьми, которым одним можно, другим нельзя. Третье. Коллеги, я думаю, когда мы говорим о профессиональных вещах, то эту проблему надо выносить на профессиональную площадку, круглый столов, где необходимо ставить вопрос, ставить вопрос перед теми людьми, которые принимают решения, перед депутатами. Мы сегодня в студии об этом пытаемся разговаривать. Боря, так надо поднимать шум или не надо поднимать шум? Неужели так сложно быть объективным? Если понятно, давайте разговаривать по очереди. Один ворует, другой не ворует. Я, вот услышав этот долгий спич, я вспомнил замечательную цитату Герцена, этой цитате 150 лет. Но, на мой взгляд, она совершенно не утеряла своей актуальности. Вот он сказал, чем отличаемся мы, русские, от европейцев? Тем, что там, где европейцы останавливают сознание, нас останавливает жандарм. Значит, очень многие тогда сочли это, как и теперь, оскорблением и так далее. Однако, жизнь каждый раз показывает, к сожалению, к огромному, что когда мы начинаем полагаться на сознание, и когда, к счастью, как я был рад, когда жандармское, вообще, так сказать, дух начал испаряться после конца Советского Союза. Но прошло 20 лет, и мы видим, что когда нет жандарма, всё разваливается. Ну, разваливается. Ну, это не всегда. Знаете, разваливается всё или нет, более предметно мы сможем поговорить после фильма. Наверное, это было бы логично. А сейчас всё внимание на экраны. Ну, действительно, шокирующие подробности российского казнократства. Действительно, удивительные случаи беззакония. Фильм Бориса Соболева. Смотрим все вместе. Говорят, что в российском правосудии, якобы в силу его исконной карательности, всего 1% оправдательных приговоров. Это лукавая цифра. Она не учитывает косвенные способы оправдания, отмазывания и уведения от ответственности, которыми столь богата наша действительность. Одна из криминальных окраин Москвы. Территория ОВД Медведково-Южная. Электронный архив оконченных производством уголовных дел. Разбои, побои, кражи, наркотики. Все фигуранты этих дел были успешно разоблачены и, как значится в полицейских отчётах, направлены на скамью подсудимых. Проверим. Путь держим к, вероятно, давно уж сидящему за грабёж с тяжкими телесными повреждениями Бижану Джамшудовичу Гафурзаде. Здрасте. Дверь открывает гражданский муж матери, местный слесарь. По обыкновению он слегка навеселе. Вот смотрите, обвинительное заключение. Ваш пасынок совершил грабёж, покалечил человека. Было это дело ещё в 2011 году. Чё сделал? Совершил грабёж, покалечил человека. А я-то причём? Ну, вы к нему в тюрьму ездили. В какую тюрьму-то он не сидел никогда в жизни? Не сидел. Откуда он сидел? На кухне мама Зуля. Торговка из Хозмага. По оперативным данным, выкупила сына из КПЗ за 600 тысяч рублей. Это её годовой заработок. Ещё 30 тысяч на срочную эвакуацию Джамшудовича в родной Душанбе одолжила у слесаря. Почему вы его прячете? Кого прячу? Сына. Я прячу. Он не в бегах, не помню. А где? Не в бегах? Нет. А где? Ну, военная тайна. Фигурант другого, давно раскрытого преступления. Некто Василий. Всю юность просидел в тюрьме за убийство. В 2007-м освободился, женился, напился и пырнул супружницу ножом в селезёнку. Будучи доставленным в родной околоток, рецидивист не растерялся. Вы в канцелярии, поднимаешься вверх, ходишь на второй этаж канцелярии, и вот следующий кабинет. Так это кабинет начальника следствия. Я знаю, он даже лицо ко мне не повернул. Я вошёл, здравствуйте. Пришёл я. Он в сейф даже не сказал, вот там папка вот так открытая была. Положил и ушёл. Василий в деталях рассказывает, как положил в папку деньги, как молча вышел из кабинета и как услышал во след спасибо за гонорар. На партнер деньгах нормально. Маме 7 тысяч отдала. Долларов? Да, и я опять. То есть 12? Да. С тех пор любители ножичков власти не беспокоют. Дело его сперва было приостановлено как бы за розыском обвиняемого, потом тихо закрыто за истечением срока давности. Я уже начал замечать, что люди на тяжкий состав преступления оказываются на свободе. И, как правило, я думал хотя бы условно у них, ну, дали испытательный срок, условно. А они вообще чистенькие. Один из оперативников северо-востока Москвы. Лично разрабатывал, а потом участвовал в задержании наркоторговки с крупной партией амфетамина. Не прошло и месяца, как девица, которой светил многолетний срок, появилась в районе вновь. Она сказала, что ее родители заплатили деньги, и она даже вообще не условница, не судимая, вообще чистая. Я как бы там 500-800 тысяч отдалек. И девочке, которой откупилась, ее фамилия? Нарская. Настоящая. Это в жизни она Нарская. А в уголовное дело и, соответственно, в федеральный розыск внесли Наварскую. Две лишние буквы и реальная фигурантка выведена из поля зрения полиции. Или, скажем, много лет разыскивался за наркозбыт вымышленный Тракимов МВ. Все это время его живой прообраз Трофимов МВ спокойно продолжал преступную деятельность. И так далее. Да, действительно, менялись данные бандитов. Ну, тогда взыграло мое самолюбие сыщика, мы на свой страх и риск нашли всех этих бандитов дома. Теперь уже отставной полковник Алексей Молдаванцев слыл одним из лучших сыщиков московского региона. Ни одного дисциплинарного взыскания за четверть века службы. Но занесла его судьба в Медведковский околоток. Я случайно, скажем так, узнал о том, что творится там в следствии. Соблюдая корпоративную этику, соблюдая корпоративную этику, я доложил начальнику РОВД, там, где это происходило, я доложил начальнику следствия, я доложил заму прокурора. То же самое. Говорю, вот смотрите, тут может взорваться. Вот. В итоге поступила команда на работу не пускать, удостоверение изъять. Целый год он ходил по судам, требуя восстановления на службе, а также тщательной проверки всех фактов фальсификации и развала уголовных дел. Увы, для себя молдаванцев так ничего и не добился, но для системы сделал многое. По предоставленной мной информации, ГУВД Москвы произвело выборочную проверку, и только по нашему и соседним районам выявлено более 350 уголовных дел, которые не дошли до суда. А сколько в Москве таких районов? Вот представьте себе объем и масштаб. Ведь за каждым уголовным делом стоит человек, стоит преступник. Страшно представить, сколько нормальных, законопослушных москвичей обречены теперь на постоянное соседство с уголовниками. Так. Злобин Геннадий. Задержан осенью 2010 года. Дело производством закончено. Отправлено в суд. Неужели сидит, а? Здрасте. Здравствуйте. А вы Геннадий? Здравствуйте. Он начал бандитствовать еще в конце 80-х. Таким он был. Быком, рикетиром, качком. И таким стал к 43 годам. Беззубый туберкулезник, конченый наркоман. Он уже шесть раз сидел за грабежи, разбои, квартирные кражи. Недавно должен был сесть в седьмой раз. За перевозку и сбыт героина. Деньги забираю, ложу в карман и выхожу из подъезда. С подъезда буквально шагов 15 сделал и прием. Прием это... Ну, оперативники. Завернули руки, как обычно, понятые туда-сюда. Для него это и впрямь, как обычно. С учетом прежних заслуг человеку грозило до 20 лет строгача. Но молодая следователь рассудила иначе. Сотя у тебя 228, срок будет немаленький, сам понимаешь, не первый раз судимый. Ну, я на этой почве сразу начал спрашивать, а как еще можно вообще разрулить ситуацию, чтобы как-то что-то скатить, там как-то что-то не было. Ну, я, говорит, сама такие вопросы, типа, не решаю. Адвоката надо. Вот, есть у меня, говорят, адвокаты. Ну, очевидно, адвокат это переносчик взяток. Так, нет? Ну, получается, так, визитку адвоката дает. Ну, и, соответственно, отпускает мне подписку, а не выездит. И сколько же объявил адвокат денег? Ну, в общее слово, что где-то передали ему 180 тысяч рублей, 30, это его как гонорар, а все остальное следственный отдел там, или как называется, не знаю. И с тех пор вас не беспокоили? Нет, не беспокоили. И не боится же злодей, что дело его запустят по новой. Потому что нет дела, исчезло по дороге в суд. Заодно исчез и особо ценный по меркам черного рынка вещдок – пакет с героином. Сами дела, ладно, а куда вы наркотики деваете? Ну, хочу с вами разговаривать. КПП можно, ГНР? А то здесь какие-то странные граждане. Ну, не продаете жертву? Я не буду с вами разговаривать сейчас сотрудникам подождем. Когда вы работали в ВД Медведкова, следователем? Вы расследовали там уголовные дела? Массу. Массу. Каким образом ряд фигурантов этих уголовных дел остался на свободе? Ну, вы же тоже на свободе, а я не знаю, бандиты ли вы. Следователь ведшее дело наркоторговца Злобина. После длившейся два года проверки тихо уволена из органов. Сейчас руководит департаментом в районной управе. Замначальника следственного отдела, где расследовалось дело Злобина, предпочел отставиться сам. Сейчас занимается бизнесом. И, наконец, начальница следственного отдела, по приказу которой все дела и разваливались. Отправлена на обычную, а не на военную пенсию. Это все. Никакой уголовной ответственности за подлоги, взятки и превышение служебных полномочий никто не понес. Суть даже не в том, чтобы там посадить кого-то, привлечь к уголовной ответственности. Самое страшное, что эти истории, которые остаются безнаказанными, подают наипоганнейший пример вседозволенности для молодых сотрудников, которые, видя все это, могут избрать не совсем честный путь. Для них какой пример это подается? У нас в студии официальный представитель московского полицейского главка со своим видением произошедшего. Пожалуйста. Показанный в фильме сюжет, он подтвердился. Хотелось бы только дополнить о том, что факты, изложенные в фильме, они были выявлены непосредственно сотрудниками главного управления. То есть, по крайней мере, вот эта лазейка, когда дела якобы уходили в суд, но до суда не доходили, эта лазейка перекрыта? Эта лазейка перекрыта. Скажите, какое наказание понесли люди, замешанные в этих махинациях с уголовными делами? Там же очень серьезная статья, это же должностные подлоги, там, по-моему, до 10 лет. Ну, по тем фактам, которые изложены в фильме, была назначена служебная проверка, по результатам которой 16 должностных лиц, из них 14 руководителей, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, вот только дисциплинарная, до уголовного дела не дошло все-таки. Возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется. Ну, остается только дождаться результатов. Шокирующая цитата с последней коллегией Генпрокуратуры. Выявлены масштабы утраты уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. Установлено 98 тысяч таких фактов, из которых каждое пятое – это дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе о тысяче убийств. В настоящее время в целом по стране не установлено местонахождение 270 тысяч уголовных дел. Самая расхожая статья в российских тюрьмах – 228-я. Незаконный оборот наркотиков. Каждый четвертый зэк сидит по ней. Впрочем, закон сурок лишь к низовому и среднему звену наркомафии. Столкнувшись с реально большими деньгами, правоохранительная система начинает сбоить. Кадры пятилетней давности. Ночной клуб «We are Family Disco Hotel». Главное на тот момент – наркодискотека Москвы с оборотом от 500 до 1000 доз кокаина за ночь. Незнакомых клиентов отоваривали в туалетах, постоянным порошок подавали прямо к столам. Наркотой здесь промышляли все – от официантов до стриптизерш с диджеями. В закрытии преступного заведения были задействованы полсотни наркополицейских. В штатском два автобуса со спецназом, несколько бригад врачей-наркологов. Операцией предшествовала долгая и кропотливая подготовка. Ну, разработка этой темы была очень серьезной. Ведь там на выходе потом получили сотни часов доказательного видео. А для этого надо было в каждый угол видеокамеру воткнуть. Да и люди были внедрены. И все эти люди реально рисковали жизнью. Знать бы врачу еще. Знать бы им. Оперативная справка о результатах негласного аудио- и видеонаблюдения за руководством ночного клуба «We are Family Disco Hotel». А я нужна кокаин. Владелец клуба Эдуард Зеленый ругает сутенерш за нехватку девушек-моделей, продающих кокаин на танцполе. Зеленый обвиняет своего управляющего Погорельского в утаивании доходов от проституции и наркоторговли. Погорельский и промоутер клуба «Лазаревич» употребляют путем вдыхания порошкообразное вещество и обсуждают цену на кекс, кокаин, приобретенный для дальнейшего сбыта в клубе. Незаконный оборот наркотиков в составе группы, да еще в крупных размерах, это уже лет 20. Содержание наркопритона 7 лет, организация занятий проституцией еще 5. Так что тут жуликам было без вариантов, или сидеть в тюрьме до старости, или идти договариваться. Люди глупо открывают, чтобы наживать на проститутках, на наркотиках, на все остальное. Тоже милицейское подразделение, оно является просто одним из элементов создания бизнеса. Первый допрос Эдуарда Зеленого, владельца наркоклуба. И сразу предложение взятки. Вы там предлагаете деньги, немаленькие, да, там 100 тысяч долларов, что вы за них хотите? Если взять, остался 10 секунд. Если можно, да. Потому что все-таки есть какие-то дела уголовные. Ну и пусть 50, купируйте все, если их помогут. Второй допрос. Где-то вот оно? Там, да. Сейчас, сто. Зеленому не повезло. Возможно, впервые он нарвался на честных служак. Все остаемся на местах. В связи с чем вы здесь находитесь? Цель вашего визита в данный кабинет. Что сейчас здесь происходит? Теперь, кроме наркотиков, ему еще предстояло отвечать за попытку подкупа должностного лица. От 7 до 12 лет тюрьмы. Так в кодексе. А в жизни, с учетом внезапно обнаружившихся хворей и якобы почтенного возраста, районный суд приговорил 40-летнего взяткодателя к 200 тысячам рублей штрафа. При этом 100 тысяч долларов, являвшиеся предметом взятки, цитата, возвратить зеленому Эдуарду Марковичу. Выходит, все-таки зеленый откупился? После такой шумихи странно. Ну, ничего не странно. Он и миллиардер. Он и очень богатый. Шоу-промоутер Лазаревич. С заплетающимся языком, вечно под кайфом, он вел у зеленого кокаиновые вечеринки, с которых регулярно увозили людей в больницы с передозировкой. Теперь, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он заведует личным рестораном в центре столицы. Я то... Ты понимаешь, мне это что? Ну, как что? Статья наркоторговли на вас не распространяется? На меня точно нет. А у Погорельского тоже все в порядке? Ну, у всех все в порядке. Умоляю. Я тебя умоляю. По-любому на чем-то в городе. Все в порядке. Бывший управляющий наркоклубом Михаил Погорельский. Согласно материалам дела, и покупал, и хранил, и организовывал наркосбыт. Ныне владеет в Москве автосервисом и автосалоном. Как и остальные члены шайки, не состоял, не привлекался, не судим. Речь идет о клубе с другими наркотиками. Смешные это количество, на самом деле. О чем мы говорим? К решению о возврате взятки взяткодателю. Его текст утек в СМИ. Начался скандал. В итоге судейские заявили, что якобы случайно описались, и изъятые 100 тысяч долларов уже идут в казну. Что же до уголовного дела по наркотикам, то оно так и сгинуло в нарковедомстве. Причем первые три года там уверялись, что ведется следствие. Еще год, что дело готовится к передаче в суд. Потом просто перестали отвечать на запросы. Запрашиваемые вами сведения не могут быть представлены, так как относятся к служебной информации ограниченного распространения. Что это значит? Ну, это значит, может, только одно, что платежеспособный гражданин нашел дорогу в правильный кабинет, и его дело тихо закрыли с формулировкой за необнаружением виновных. Ну, когда я начинал, такое называлось предательство интересов службы. А теперь? А теперь только бизнес. Ничего личного. Но это еще не финал истории. Системная безнаказанность рождает все новые и новые преступления. Конец 2013 года. Крупное мошенничество в торговом центре на Ленинградке. Занимавший целый этаж мебельный салон, вдруг съехал вместе с товаром и деньгами, предоплаченными за этот товар. Это мошенничество просто. Они собрали и собрали с людей деньги, и они работают. Мне кажется, в России ничего не стоит удивлять. Сотни обманутых клиентов. На всех 300 миллионов рублей ущерба. Люди толпились у ворот подмосковного склада, куда тайно увезли их мебель и требовали объяснений. Мы просили, чтобы к нам вышел кто-то из администрации. К нам вышел какой-то лысый дядька. Назвал себя менеджером Сергеем. Так это вот этот. Это никакой не Сергей. Это Эдуард Маркович Зелёный. Тот самый. Да, потом мы и выяснили, что это и есть господин Зелёный, который нас всех кинул. Сергей, он же Эдуард, уверял, что вышло недоразумение, что товар скоро выдадут, и обещал вместе с подъехавшими сотрудниками УБЭП, что ни один стул или мебельный гарнитур со склада не исчезнут. Мы не имеем права пока. У нас заявлений нет. Мы не можем вывезти просто. Нет, никто не вывезти, есть представитель склада. Люди поверили, стали ждать. Тем временем мошенник под правоохранительной крышей тайно сбывал на сторону имущество своих жертв. И вот когда он уже всё это продал, тогда только возбудили уголовное дело. А когда его возбудили, на складе уже ничего не осталось. Как нам следователь сказал, что вы хотите, там только разбитые унитазы, и всё. Следствие по мебели длилось полтора года. Всё это время Эдуард Зелёный жил в своём роскошном подмосковном поместье на Николиной горе под подпиской о невыезде. Наконец, летом 2015-го дело о многомиллионном мошенничестве было передано в суд. Здравствуйте, Эдуард Маркович. Здравствуйте. Скажите, а вот будучи под двумя уголовными делами, за кокаин и за взятку, ещё взять и кинуть 500 человек на мебель, вы совсем ничего не боитесь? А давайте по решению суда, по окончательному, я прокомментирую всё, что нужно. А пока рано говорить об этом. Скажите, пожалуйста, мы все имели счастье смотреть по телевизору, как у вас в клубе изымают кокаин. Что с ним стало? Не знаю. Читайте то, что стало. По слухам, он исчез из дела вместе с результатами экспертизы. По слухам, его там даже не было. Ах, уже даже не было. Его не было изначально. Ах, вот так вот. Скажите, а правда у вас американская грин-карта, и вы собираетесь бежать из страны? Вы задаёте глупые вопросы. И всё же наши источники оказались правы. Перед окончанием следствия, с зелёного была тайно снята подписка о невыезде. Следователь, это сделавший, спешно уволился из органов. Уволился, как говорят, небедным человеком. А вскоре удрал и сам фигурант. Сейчас суд по мебельному мошенничеству отложен за розыском обвиняемого. Предположительно, зелёный может скрываться на собственной вилле в Майами. Видимых шансов в нынешних внешнеполитических реалиях заполучить этого подлеца из США у России нет. Только что мы посмотрели фильм Бориса Соболева «Преступление без наказания». Спасибо Борису за этот острый, жёсткий материал. Спасибо за смелость. Все случаи попытаемся разобрать сразу после рекламы. Не переключайтесь. В эфире программа «Восибирь». В эфире программа «Вести ДОК». Спасибо Борису Соболеву. Только что мы посмотрели его фильм «Расследование». В голове всё это, конечно, укладывается с трудом. Правильно ли я понимаю, Боря, что за 100 тысяч долларов можно фактически решить абсолютно любую проблему, не садиться в тюрьму, даже если ты был пойман с поличным, с наркотиками, с проститутками, ещё чёрт знает, с чем и тем. Ну, я думаю, предполагаю, что в итоге сумма была на порядок больше, потому что человек всё-таки выкрутился уже из трёх уголовных дел, которые вели три разные ведомства на самых разных уровнях. И всё это проходило проверки, перепроверки, возвращалось, перепроверялось. В итоге три тяжких состава преступления. Клиент сбежал, потерпевшие ничего не получили. Зато уйма уголовных дел. Десятки томов. Зачем? Трата государственных денег на оплату следователя, прокурора. Это же бюджетные деньги ещё, вот эти вот часы, да, работы. Вот сколько там уголовных? Я думаю, какие-то сотни тысяч часов работы от делов. Это тоже одна из проблем. Поймите, что в данном случае мы, наверное, должны, чтобы не повторяться то, что мы видели, сюжеты, но мы просто, наверное, нашим телезрителям должны сказать, что мы предлагаем сделать, что мы можем сделать, как изменить ситуацию. И можем ли мы что-то сделать? В сегодняшних, нынешних условиях я могу сказать, что за последнее время достаточно много принимается закону, подзаконных нормативных актов. Недавно состоялся Совет Президента по противодействию коррупции, буквально на прошлой неделе. Но ещё раз обращаю внимание, у нас есть вопросы к законодателю, они всегда были, но всё-таки я обращаю ваше внимание, что вопрос правоприменения, вот то, что вот сказано в этом фильме, это как раз сказано о тех, кто должен принимать решения и какие принимают решения. Вопрос в том, я почему обращаю внимание, что не всегда могут следователи, которым 25-26 лет, расследовать дела, связанные с коррупцией. Не могут, у них нет этого опыта. Но, к сожалению, у нас другого нет. Это тоже одна из проблем. Дальше, что касается общественности. Созданы общественные советы, как я сказал. Я сам лично вхожу в президентскую кадровую комиссию и уверяю вас, что ни один генерал, который претендует на замещение должности в субъекте Российской Федерации, начальника Главного управления внутреннего дела по какой-то субъекту Российской Федерации, он не пройдёт, если есть информация, что он занимался коррупцией, что он мог быть замешан в этом. Другой вопрос, что есть ещё... А как назначают сейчас, расскажите. Как назначают начальников УВД? Назначают, соответственно, в комиссию при президенте, кадровую комиссию, поступают так называемые анкеты лиц, которые... И вот это всё искушение безнаказанности, это были 90-е годы и начало 2000-е, когда действительно достаточно большое количество профессионалов просто ушли. Они не смогли выжить на те деньги и прокормить свои семьи на те деньги... Я можно заканчивать? Зелёный убежал из страны меньше месяца назад. Причём тут 90-е. Я молчал, никого не перебивал, вы сейчас всё услышите. То есть речь идёт о том, что всё это устарело и ситуация в Курне изменилась к лучшему? Факты коррупции очевидны. Факты коррупции очевидны. И то, что в фильме показано, это правда. Но я вас уверяю, что огромное количество и других фактов есть, когда люди бегают, мечутся по всей Москве, и мы их знаем, пытаясь дать кому-то взятку, а у них не получается. И таких случаев всё больше. Так вот, смотрите. Мы в 90-е годы, начало 2000-х была одна история. Сейчас совершенно другая, совершенно другая. За один день мы с вами, я вас уверяю, даже если мы придумаем огромное количество мер, а борьба с коррупцией это комплексные меры, ни за год, ни за два, ни за три, мы её 100% не победим. Но то, что мы видим на сегодняшний день, я вас уверяю, что очень много ещё зависит от руководства. Вот есть честный сотрудник, начальник отделения полиции. Я вас уверяю, что большинство людей, которые у него будут работать, они будут честны. И таких людей становится всё больше. Вот сидит бывший начальник полиции. Значит, человек, который поднял историю про околоток в Медведково, про то, что там творится. Вот он уже бывший. А я вам скажу, с северо-восточного округа есть начальник полиции, с северо-восточного округа, Сибанов, кристально честный, порядочный опер, офицер, который, ну, вы знаете, огромное количество уголовных дел раскрывает. Я вам другое конкретное пример. Нет, я просто вам говорю о том, что есть негатив, есть негатив. Но на каждый случай негатива, я вас уверяю, есть достаточно большое количество и позитива. Поэтому, наверное, нам нужно радоваться. Да, Дефит. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот очень хорошо прозвучало «бегают месяца по Москве». Когда вы начинаете говорить обо всей стране, и вдруг опять к Москве, это достаточно неожиданно для меня. Да нет, дело, конечно же, неожиданно. Так а многие люди из России приезжают в Москву решать вопрос. Вы это знаете? Не так много приезжают в Москву. У нас страна превратилась в то, что ей управляют ровно те же ребята, которые управляли в 90-х годах, только сейчас они одели погоны. Их зовут чебурашками, они их зовут какими-то французами или кем-то ещё. Вот сколько в регионах, я не слышу, мне говорят, крышует здесь этот парень, здесь в Люберцах этот парень, у него такие-то погоны, он такой-то замглавы администрации и так далее. Ничего не поменялось. Раньше они бегали и были лысыми с калашами, а сейчас они есть в бронированных автомобилях за сотни тысяч долларов. И это происходит. Никакой федеральной власти на каком-то Дальнем Востоке уже давно не существует. Вы помните дело, которое там было относительно этих ребят, это достаточно системная проблема для страны. Мы потеряли контроль над регионами, отдав эту власть правоохранительной системе, которая превратилась не просто в систему надзираниям над законодательством, то, что они должны делать, исполнять законы, а в систему того, что они просто управляют всем бизнесом, который там происходит. И решать вопросы можно через них достаточно легко. Где-то за сто тысяч долларов, где-то за миллион долларов. В Москву можно приехать, за десять миллионов долларов, наверное, что-то решить. А вы откуда так хорошо в этом разбираете? Я очень много езжу по регионам и очень много получаю по этому поводу информации. И очень много получаю по этому поводу писем. И очень много получаю в Копии писем, которые люди пишут президенту, а это направляется в региональное управление, которое не разбирает, а спускает это в унитаз. Такое чувство, что Эдуард Петров ездит еще больше, чем вы, и получает, наверное, не меньше писем. Мы потеряли власть над регионами. Что там такого ужасного на Дальнем Востоке? Но опять получается, что мы снимаем актеров. Эдуард Петров очень красив сегодня с красной вот этой петличкой, с платочком. И сейчас расскажет о регионах. Для меня это достаточно странно. Мы действительно потеряли. А вы на чем приехали сюда? На автомобиле. На каком? Отечественного производства. Например? Да. А какая польза от вашей болтовни? Чем вы помогаете людям? Конкретно кому помогли? Вы рассказываете сказки, которые, в принципе, хорошо звучат. Вы там сто миллионов, сто тысяч, вы красиво говорите. Это всем нравится. Вам хлопают, аплодируют, отработали, ушли. А вы из театра приехали. А вы чем занимаетесь? Вы конкретно чем занимаетесь? Какую пользу вы делаете? Я возглавляю президиум политического совета Всероссийской партии Родина. Прекрасно. И занимаюсь этим вопросом достаточно профессионально. Кому вы помогли? Кому вы помогли? В смысле кому помогли? Конкретному человеку, Ивану Петрову, конкретно скажите, кому помогли. Я вам конкретно сообщаю, что те люди... Странный разговор. Вы выясняете, кто из вас лучше и больше помог? Нет, мы просто спрашиваем конкретно. Нет, я спросил, вы не смог. Он не мог ответить конкретно, кому он помог. А вы хотели защищать? Нет, есть решение суда. У нас многие программы заканчиваются решением суда. И мы об этом говорим. Все заканчивается. Хищение на миллиарды заканчивается условно. Или колония-поселение на полтора года с выходом через полгода. Ну почему ты так говоришь? Или бегством клиента. Или закрытием за иссечение срока данной. Все ли так плохо? Безусловно есть, но их миллиарды. Давайте по очереди сначала. Вот то, о чем вы говорите, никто не отрицает. Оно безусловно есть. Но я вас уверяю. И почему я здесь поддержу Эдуарда Петрова. Потому что этот человек, извиняюсь, он зачастую живет вместе с правоохранительными органами. Он сидит с ними в засадах. Он ездит с оперативниками, следователями. Он знает ситуацию изнутри. И мы это прекрасно понимаем. И вот я вас уверяю, что таких случаев, они существуют. Безусловно. Но их подавляющее меньшинство в общей практике. И колонии забиты теми людьми, которые украли и миллионы, и десятки тысяч кубометров леса. Они сидят там. Но, к сожалению, и благодаря, кстати, журналистам это выявляется, и общественному контролю в том числе. Такие случаи существуют. Но, я вас уверяю, опять же, у нас очень хорошая реакция на журналистские расследования. То есть, как только журналистские расследования происходят, где-то в мире посмотрели, в Ютубе и забыли. А у нас идет сразу молниеносная реакция и доведение до конца. Бострыки ставят на контроль. Короче, короткое задание. Это нужно не 2-3 года, а сколько-то лет, видимо. И вы апеллируете к тому, что в 90-х годах было все плохо, а вот начиная, наверное, с 2000-го года стало все хорошо. С какого момента вы решите вопрос коррупции? Вы сказали, мы его решим, но это нужно не 2-3 года. Скажите людям, когда он будет решен? Объясняю, смотрите. Очень похоже на популизм. Давайте уйдем от популизма и просто зрителям скажем одну вещь. Не за один день. Не за один, не за два года. На прошлой неделе, во вторник, российский президент Путин в Кремле проводил совещание антикоррупционное. И там он отдельно сказал, что не надо называть никакие сроки. Мы движемся в правильном направлении. Только что звучат сроки. За 2-3 года ничего не получится. Мы этого не сможем сделать. И очень важно нам понимать, так в правильном ли мы направлении движемся? Становится ли меньше тех людей и тех случаев, которые сегодня нам представил Борис в своем силе взятки? В два раза. 683 тысячи средняя взятка по Москве. Борьба с коррупцией. Когда мы увеличиваем количество тех, кто борется с коррупцией, это просто увеличение взятки. Только общественный контроль может позволить решить этот вопрос. Я вам скажу конкретно, что вы все поймете, почему мы обладаем объективно данными. Потому что люди зачастую, не веря тому или иному правоохранительному органу, они обращаются в общественный институт, в общественную палату Российской Федерации, в общественном ВД, в специальные телепередачи. И мы видим то количество обращений, которое было раньше, и с чем люди приходили, и то, с чем сейчас. Так вот я вам скажу, обращения меняются, там тысячи обращений приходят. Ну просто не будем тратить время, ну нет, они решаются эти вопросы абсолютно. Вопросы решаются, количество обращений другое. И люди видят, что все меняется в лучшую сторону. Министер Наталья Горькович, обращаются, действительно, два раза. Обращаются. Давайте, вот все-таки два слова дайте сказать. Вот, уважаемые друзья, нас смотрят телезрители, миллионная аудитория. Когда мы легко говорим, что этот приехал 10 миллионов, привез в Москву кому-то дать, что мы делаем с вами? Только что мы смотрели фильм, и об этом звучало. Что мы с вами делаем? Подождите, но мы же формируем негативное отношение ко всей системе. Давайте просто молчать, закрывать программу, а люди будут жить в своем мире. Но это бабушка сказала у подъезда. Они видят это каждый день. А если, подождите, но давайте мы сделаем так, чтобы эти преступления раскрывались. Замечательно, раскрывать, не сажать людей. А когда мы говорим, а вот этот приехал, вот этот туда зашел, что дальше? Вы в это время по телефону разговаривали. Вы разве смотрели фильм? Вы детально смотрели, изучили фильм? Вы были по делам разговаривали. А давайте, мы тоже с вами несем ответственность за то, что мы говорим с вами. Несем, несем, и я несу. Давайте конкретно, если что, подождите. Мы же говорим о том, что любое преступление должно быть расследовано. А мы что говорим? Принесли мешок денег. Кому? Зачем? Давайте мы сейчас перестаем кричать, и каждый говорит по очереди. Михаил Юрьевич, скажите, пожалуйста, ведь когда мы красим черной краской, действительно, всех это тоже путь никуда. Ну, это же ненормально, ненормально, конечно. Знаете, я вот сейчас стоял, со стороны наблюдал дискуссию, которая шла. Понимаю, что начался предвыборный год. Представляете, что меня ждет в течение сегодня до сентября. А борьба с коррупцией всем понятна. Можно действительно далеко и высоко взлететь. Да, хорошая популистская тема. Причем уже обсуждаем борьбу с коррупцией в правоохранительных органах вместе с другой коррупцией. Это совершенно разные явления, абсолютно принципиально разные. У нас все специалисты в области кино, футбола, коррупции, ну и... И телевидение. И телевидение, да. Вот в четыре темы, которые разбираются все. В политике все тоже в политике. Нет, в политике нет. В политике мы доверяем одному человеку и ему верим. Вот, значит, давайте попробуем понять. Давайте. Значит, когда была плановая экономика, я вынужден начать издалека, была плановая экономика, экономика управлялась вот под таким вот нормам, Госплан, Госнаб, прочее, прочее. Это все убрали, стали переходить к рыночной экономике. Институтов управления рыночной экономикой, естественно, не было. Коррупция в этих ситуациях всегда, во всех странах, начинает выполнять роль, вертикаль регулирующего механизма. Коррупция не могла не появиться. Пункт первый. Пункт второй. Когда страна начала разваливаться, это конец 90-х, пришел Путин, и началась эта самая вертикаль власти. Помните такое слово? Вертикаль власти привела к тому, что действительно страна стала управляемой. И, конечно, Никита при всей моей любви сказал полную глупость, что мы потеряли регионы. Регионы из Москвы сейчас управляются просто вот за ниточки. Дергаешь, они управляются. Значит, но когда это что произошло, за счет кого это произошло? За счет усиления влияния чиновников. Усиление влияния чиновников, естественно, совершенно привело к увеличению чиновничьей коррупции, что тоже стало элементом управления. И Французданович прав, что стало системой, встроенной в систему управления. Где-то начиная с 2007-2008 года начинают взращиваться институты, новые институты управления. И, замечу, появляется общественная палата, общественные советы, начинает подниматься общественность. И коррупция начинает сильно меняться. Верховая коррупция становится эксклюзивной. Это редкий случай. Редкий. Возьмите губернаторов 90-х и сегодняшних. Конечно, есть отдельные случаи. Начинает меняться. Но, секундочку. О том, как изменилась коррупция, мы поговорим сразу после рекламы. А главное, стало ли нам легче от того, что эта коррупция изменилась. Не переключайте в эфире программы Вести Док. В эфире программа Вести Док. Мы продолжаем. Михаила Борщевского я оборвала на полусловие. Как развивается коррупция и чем все закончится? Итак, 2007-2008 год появляется, я уже сказал, общественность. Появляется очень большой массив законодательства, регулирующий деятельность чиновника. Чиновник потихонечку превращается в штепсель, с которым договариваться невозможно. Он не разговаривает. Пример ФНС, сегодняшняя налоговая служба. Значит, и коррупция переходит в другую плоскость. Во-первых, она бытовая, конечно, становится все шире и шире внизу. Это вузовские преподаватели, это врачи, это в свое время были гаишники. Кстати, обратите внимание, сколько резко снизился уровень в ГИБДД на сегодняшний день. Просто резкое падение. Меньше стало. Значительно меньше. Значит, но сегодня это правоохранители. Потому что сегодня правоохранители контролируют в стране все. О чем я и говорил. Значит, а дальше выход такой, должен признать свою неправоту. В 2008 году, когда первый раз на Совете Президента по противоположению коррупции, я в первом составе его был, зашла речь о создании специального органа по борьбе с коррупцией, и лично я выступал категорически против. И даже запустил шутку, интересно, сколько будет стоить место начальника этого органа. А вот сейчас понимаю, сейчас понимаю, что я был неправ. А я тогда выступал замешиваю. Да, это правда. Один раз в жизни ты был правее меня. Значит, так вот, если говорить... Спасибо. Если говорить серьезно, без пикировки, то я сейчас начинаю понимать, что для того, чтобы... Знаете, есть такое выражение, останется слова Лэма, чтобы понять систему, нужно из нее выйти. Так вот, чтобы наладить вопросы борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, в чем я имею в виду, и наркоконтроли, и МВД, и Следственные комитеты, прокуратуру, и даже ФСБ. В общем, вот всех нужен некий новый орган, где будет штучный отбор людей, штучный отбор. Совсем не обязательно из правоохранительной системы. Вначале очень компактный, он должен очень медленно развиваться, так сказать, расширяться. Сейчас многие испугаются от того, что мы хотим создать еще один орган, и к чему это приведет. Оля, можете пугаться, можете не пугаться, можете пугаться, но до тех пор, пока не появится этот орган, который будет заниматься только одним, только одним, никакими другими видами преступлений, только одним, вопросами коррупции, ничего у нас не продвинется. Это, скобка, при нерешении еще вопроса с судом, пользующимся доверием населения. Можно, да? Как вам кажется, Борис, нужен ли нам сейчас, Никита, просто Борис живо реагировал во время выступления Борщевского, нам нужен еще один орган? Да ну бог с вами, но давайте... И вот эти вот штепсели, которые представлены в вашем фильме, которые берут такие большие взятки, с ними как быть? Наплодим еще вывесок, перевесим, переставим этих друзей местами, которые, как известно, как не садитесь, так сказать. Понимаете, это же вопрос того, что сейчас совершенно нездоровый, да, выработался стандарт взаимоотношений. Разрешите я одну короткую историю мне рассказали, очень показательно. Вот сейчас многие ездят лечиться в Израиль. Мне рассказали о враче из Харькова, который приехал туда, стал работать врачом и по привычке в израильской клинике пошел говорить, что, вы знаете, мы вас хорошо вылечим, но все-таки, если вы нам немножечко добавите, и лекарства будут лучше, и все. Знаете, что было? Это стало известно на следующий день. Был создан, созван совет клиники, и с этим врачом, вы не поверите, его отправили на психиатрическое свидетельство и принадлежение. А, как несправедливо. Значит, было сказано, что здоровый психический человек так, в принципе, не может себя вести. Постановка вопроса, понимаете, это постановка вопроса больного общества и больных людей со сломанным менталитетом. Наше общество психически нездорово. Правильно ли мы делаем вывод? Нет, неправильно. Очень похоже на правду. Нет, неправда. Я хочу сказать, что неправда. Но сначала хочу сказать Борису большое спасибо, потому что очень сильный, очень профессиональный фильм. Я его дважды смотрел. Какие выводы сделаю, исходя из этого фильма? Первое. С учетом того, что последний эпизод по Зелениному, он прошел через три разных органа, у нас есть очень большая проблема, и это некая системная проблема в правоохранительных органах. Он сумел пройти через три эти органа, везде откупился и совершил то, что он совершил. При этом, коллеги, когда Никита задавал вопрос по коррупции, когда закончим, я хочу с полной ответственностью сказать, коррупцию, это мое убеждение личное, победить полностью нельзя. И то, что сегодня делают правоохранители наши, они действительно в разы коррупцию снизили, в разы снизили. При этом, когда мы смотрим этот фильм, мы должны понимать, что таких случаев можно найти еще много. Но все равно это частные случаи. На частных случаях делать обобщенные выводы, это тоже неверно. Но мы должны понимать, что сегодня эти проблемы резонансные, и у нас, вот смотрите, сколько общественных институтов, политических партий, они поднимают количество поднятых, по сравнению и раньше, на общественное мнение фактов, создают впечатление о том, что у нас увеличилась коррупция, хотя на самом деле эти проблемы решены. Но очень важно. Давайте мы попытаемся сразу же прокомментировать. На студии сейчас находится Денис Владимирович Сагач, это представитель ФСКН. И, наверное, он нам сможет объяснить, почему господин Зеленый, хотя, казалось бы, ну вот, как во всяком случае, кажется, Борису и нам всем после просмотра этого фильма были доказательства, почему он куда-то уехал. Что произошло, поясните нам. Ну вот, только что прозвучало, что гражданин Зеленый прошел через три правоохранительных органа, в каждом из которых он откупился. Я, собственно, являюсь руководителем, можно сказать, правоохранительного органа номер один, через который прошел товарищ Зеленый, это ФСКН, следственное подразделение. Ну, соответственно, хотелось бы прокомментировать в связи с такими вот практически прямыми обвинениями в наш адрес. Во-первых, чтобы комментарий был более краток и последовательным, может быть, как-то систематизировать я хотел, исходя из фильма, здесь два вопроса, которые надо прокомментировать. Это вот эта взятка, которая таким образом закончилась, товарища Зеленого, и непосредственно ситуация с самим клубом, который разрабатывался нашим ведомством, расследовалось в последующем уголовное дело, и по результатам Зеленина не был привлечён к какой-либо ответственности. Касательно взятки. Не совсем понятно, в каком это формате. Это подано как положительный пример в данном случае или что? То есть Зеленый, который привык, как Вы говорите, решать всё таким способом, обратился в итоге с своим вот этим коррупционным предложением за погравительство, которое бы ему он хотел бы оказывать в дальнейшем. В результате это было задокументировано, отработано, он был задержан. Все материалы, извлечающие его в даче этой взятки, были переданы, соответственно, в Следственный комитет. Скажите, а какая-то, где изъятый? Меня всё мучает этот вопрос. Результаты экспертиз. И где дело вообще? Давайте закончим по порядку. Я сейчас с этой взяткой, я просто совсем понимаю, Вы в фильме в каком контексте... Вы расследовали дело с Следственным комитетом или Вашим же ведомством? Да, учитывая, что взятка расследуется только с Следственным комитетом, она не по Следственному. Я уточняю, потому что для телезрителей, чтобы было понятно. Да, дело было передано в Следственный комитет, где оно отрасследовалось, и в дальнейшем было передано в суд по статье 291, то есть в даче взятки в Дружинственном комитете. А у Вас по наркотикам он проходил? Да, у нас мы расследуем дела, соответственно, связанные только с незаконным оборотом наркотиков. То есть мы снимаем ответственность с Вашего ведомства, потому что оно отработав качественно, передаёт человека другому ведомству? В данном случае, да. Да, но ведь опять-таки нам совершенно от этого не легче, если господин Зелёный не понёс наказание, и сегодня он куда-то уехал. Можно? Ну это действительно такая круговая порука. Сейчас, когда разрабатывался, этот клуб разрабатывался нашим ведомством. Давайте мы только поаккуратнее вот с подобного рода формулировками и обвинениями. Михаил сказал о том, Михаил Борщевский сказал о том, что страну... Можно я это, конечно, я, собственно, вот начал как-то и... Можно это без Ваших детральных выступлений? Дайте человеку сказать, он объясняет. Давайте сейчас Никита скажет, а потом мы передаём слово. Давайте не ссоримся, не ссоримся, говорим по очереди и аргументированно. Михаил Юрьевич сказал о том, что страной управляют правоохранительные органы. Это действительно так. Только я хочу сказать так, что в 90-х годах это были бандиты, а сейчас очень многие просто одели погоны и стали цивилизованными людьми. Я хочу сказать следующее. Создание дополнительного органа, о котором сейчас говорили, это только увеличит размер взятки, это только увеличит коррупцию. У нас достаточно органов, у нас достаточно совершенное законодательство, я считаю. Вопрос в его применении. Основная борьба с коррупцией – это общественный народный контроль. Когда общество будет управлять, как распределяются финансовые ресурсы, как исполняется разрешительная функция государства, запретительная функция государства. Вопрос работы судебной системы, когда реально будет работать суд присяжных. Только в тот момент возникнет возможность, когда общество, только в этот момент возникнет возможность реально бороться с коррупцией. Потому что коррупция касается каждого человека, а все эти органы только увеличивают размер взятки. Денис Владимирович, наверное, должен договорить деньги. Денис Владимирович, разрешите, мы обсуждаем про три ведомства, но я напоминаю, что оперативники этого ведомства выявили этот клуб, задокументировали и довели до уголовного дела. Следователи этого ведомства, когда им принесли взятку, не взяли 100 тысяч долларов, задокументировали и надели наручники. И сейчас мы говорим про огромное количество сотрудников, которые были задействованы в этой операции. Да, возможно, в дальнейшем кто-то совершил ошибку, и то, насколько я понимаю, человек сбежал от правосудия. Нет же оправдательного приговора, я правильно понимаю или нет? Вы говорите про Зеленого? Да. Четыре года назад человек на всю страну показали. Еще огромное количество честных сотрудников честно выполнили свою работу. И поэтому он не сидит. Давайте огромное количество сотрудников выполнили честно свою функцию. Давайте Денис Владимирович договорит, и мы продолжим наш разговор. Такого богатого опыта и поставленного голоса, чтобы всех перекричать. Ну да, потому что здесь забьют вас. Я это не сомневаюсь. Я, ну, просто чтобы было понятно, вот насчет, мы же у нас здесь коррупционная как бы тема, да? Мне просто казалось, что здесь даже не может быть у кого-то какой-то мысли, если человек расследует дело, еще и ловит от этого взяточника, документирует его. А что с наркотиками? Вы скажите, вы не тяните кота-то. Подождите. Вы ответите на вопрос. Вы перманентно возмущенный человек. Что с вещдоками? Я рассказал, я сейчас все поясню и проделает про вещдоки. Опыта нет у человека. Хорошо, я понял, что закрыли мы тему со взяткой. Что проделал, что про вещдоки? Дело, безусловно, оно было возбуждено, находилось оно в производстве. Вопрос, собственно, здесь в чем? Тот факт, что человек ведет крайне моральный образ жизни, что он неприятен всем, большинству здесь присутствующих, к сожалению, это не является основанием для опричения уколы на ответственности. Для того, чтобы его привлечь к этой ответственности, нужны определенные доказательства конкретного деяния. Ох, как! Разрабатывался. Не надо мне перебивать. Разрабатывался. А вы говорите, надо создать новый орган. Не надо, не надо. Ну что вы, ну. Давайте мы дослушаем Дениса Владимировича. Поэтому вам снова его задавить. Да не говорите, Господи. Подождите, дайте сказать, это важный вопрос, о которых он говорит. Это важный вопрос. Кричит и кричит. Иначе будет всех сажать в тюрьму. Денис Владимирович сейчас договорит, его никто не будет перебивать, а потом мы каждый попытаемся высказать свое мнение и отношение к сказанному. Денис Владимирович, говорите. Спасибо. Перед ФСКН, как органом, не стоит задача посадить зеленого, красного, синего какого-то наркомана. Разрабатывался в данном случае конкретный клуб, который был выявлен оперативными сотрудниками. Была получена информация о том, что это не просто клуб, а клуб, в котором, как мы все это видели, ну и как это, к сожалению, часто происходит, распространяются наркотики. Распространяются они, как люди приходят уже в состояние одурманивания, люди приносят с собой, там употребляют эти наркотики, другие люди приходят, продают там эти наркотики. Безусловно, в таких ситуациях проверялся на причастность к этому сбыту и непосредственно руководитель. Почему не доказали причастность его, коротко? Ну, вы, как профессиональный юрист, должны понимать, что дела о наркотиках, сама категория, надо доказать причастность товарища зеленого к конкретному сбыту наркотиков. Денис Владимирович, правильно я понимаю, что мы сейчас выражаем благодарность вашему ведомству, но осознаем, что в каком-то другом ведомстве что-то, вероятно, пошло не так. Нет, 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 совершенно не так. А как же, а почему мы ее? Зеленый, которая стояла в виде ликвидации, да, этого клуба, этого канала поставки наркотиков, она была достигнута. Клуб этот в итоге был закрыт, да, и, соответственно, один стало меньше. Всем вот этими результатами оперативно-рестных мероприятий, которые в том числе представлены и в фильме, просмотрами, прослушками и прочим, да, подтверждается, что зеленый причастен их к наркотикам, к их потреблению, что делает там постоянно. К распространению, и это было в ваших собственных материалах. Интересно, где они теперь? Ну, вы вот, как видно из фильма, очень внимательно сидели в архиве суда и читали... Да, я, представьте себе, я довольно долго готовился к этому материалу. Ну, что я могу сказать, ну, если вы... Вы ответьте на вопрос, все вещдоки. Где вещдоки? Конкретно какие вещи? Все вещдоки находятся в деле. Изъятый кокаин. В деле, конечно, в камере хранения. То есть до сих пор хранятся. Если бы не было кокаина, не было бы возможности возбудить уголовное дело. А могут журналисты проверить наличие этого? И попробовать вам надо. Анатолий Григорьевич, как нам к этому относиться? Как нам к этому относиться и как нам понять, почему человек все-таки уехал? Давайте попытаемся прояснить эту ситуацию. Анатолий Григорьевич, сразу после рекламы, мы сейчас действительно вынуждены прерваться. Острая дискуссия. Ответим на все вопросы Бориса Никиты сразу после рекламы. Не переключайтесь, в эфире программа Вести Док. В эфире программа Вести Док. Мы продолжаем. Денис Владимирович Сагач попытался нам объяснить, что происходит. Наверное, растерялся. Анатолий Григорьевич, вы не могли бы прокомментировать, как нам все это понять, о чем идет речь, о чем все проблемы? Я думаю, что не удалось правоохранительным органам доказать причастность этого товарища к распространению наркотиков. То есть на видео есть употребление наркотиков, но не удалось им доказать причастность его. Я не знаю, потому что я не следователь. Я знаю. Я знаю. Секундочку. Значит, соответственно, раз не удалось доказать это все, попытаться наркотики бросить в карман или еще что-то, как раньше это было, это преступление. Не надо передергивать. И слава богу, что значит слава богу? Подождите. Там не было никакой необходимости ничего подбрасывать. Но если у вас на кадре есть факт, что он занимался распространением наркотиков, тогда есть уголовный ответ. Если он употреблял, то нет за употребление. Значит, у них все это было. Недаром они придали сами такую огласку этому делу. Недаром сам начальник их службы выступал по всем каналам и говорил об этом деле, как о крупнейшем достижении ФСКН. И это было правдой. Потому что это была блестящая операция. Это было бы установлено по микрофону и по видеокамере в каждом, простите, сорти. То есть честно, сотрудники все-таки есть. Значит, бесспорно. Это была. Вот это ладно. Значит, это была. Можно на рекламу на таланте. Значит, это была блестящая операция, где было записано все. И где этот зеленый обсуждает... Либо мы работаем по эмоциям. Вот важный вопрос. Борис, Борис, давайте, блестящая операция. Борис, блестящая операция. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста. И куда вы все это делали? Была ли это действительно блестящая? И есть ли какие-то блестящие в итоге последствия? Я не специалист по операциям. Я представитель общественного сектора и реабилитации. Вот тех, к сожалению, последствий вот этих притонов, которые в виде ночных клубов существуют. И мне кажется, фильм хорош еще тем, что мы можем общественный диагноз поставить более серьезный. И более глубокий, чем вот эти крики, обвинения и так далее. Ведь посмотрите, что говорит господин Зеленый. Он сказал, ведь ночные клубы и открываются для того, чтобы торговать наркотиками, чтобы плодить проституцию и так далее. Так эти ночные клубы, мы что, не знаем, сколько ночных клубов в Москве и как они работают? Хоть кто-то, хоть кто-то. Это же государственная позиция. Хоть, я знаю, не перебивайте, пожалуйста. Это государственная позиция. Поэтому, почему мы игорные зоны закрываем, а то, что в принципе все люди знают, что происходит в большинстве этих клубов, это нормально существует. Почему господин Зеленый этим занимаются и другие господа Зеленые? Вы куда хотите, чтобы Антюш потом пошла? Второй момент. Нет, мне просто важно, чтобы мы понимали, что из этих, из этих, такого рода, как у Зеленого ночных клубов, все равно они будут крышеваться. Почему? Потому что государство разрешило. А потом мы говорим, а их кто-то крышует. Так государство само разрешило. Давайте ими серьезно заниматься. Второй момент. Что мы увидели в фильме? По большому счету, Борис, спасибо большое. Мы увидели, как вы сказали, блестящую профессиональную операцию ФСКН со взяткой эпизод прекрасный. И, соответственно, второй пункт, второй пункт в том, что этот, опять в данном случае, по сути, притон был закрыт через полгода. Вот в чем суть всей ситуации. Теперь, то, что я не знаю конкретных материалов дела, я боюсь, и вы их не знаете, и говорите голословно. Но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что эти доблестные, соответственно, действия, по сути, показанные в вашем фильме, никак не оцениваются. А то, что у нас вначале эти притоны и в конце у нас судебное решение, где 200 тысяч рублей наказание, это как бы уходит на второй план. Вот ведь суть в чем вопрос. А ведь смотрите, я как раз тогда этим притоном занимался. Я помню, что как выступал господин Иванов, он говорил, следственный комитет ведет работу, будет часть вторая статьи, по-моему, 291 по поводу взятки. Хотя Анатолий Григорьевич, юрист, нам объяснит, почему блестящая операция, секундочку, недостаточно для того, чтобы обвинить человека. Ведь мы сейчас подобного рода огульными заявлениями можем очень далеко зайти в наших рассуждений. Анатолий Григорьевич продает, транспортирует и употребляет. И материалов было более чем достаточно. Я задала вопрос к учрению, именно он сейчас на него отвечает. Дело просто развалено, причем развалено на уровне генеральском. Это надо понимать. Можно сказать. Вот меня немножко пугает, что у нас с вами почему-то все больше и больше развивается репрессивное мышление. Мы что с вами делаем? Вы такие вещи говорите. Надо закрыть. Надо здесь вот замок поставить. Давайте мы подумаем о другом. Тяжелая работа. Но давайте через общественные институты, давайте через правоохранительные органы будем делать так, чтобы этого не было там. А мы все говорим, мне надо посадить. Боря уже несколько раз. Нет, он должен сидеть. Где его наркотики? Слушайте, ну давайте там есть даже настое лицо, которое расследует это преступление. Давайте мы этим с вами займемся. И почему, если вы считаете, что он не довел до конца, давайте мы к этому привлечем общественное внимание и прокуратуру. Так вот, она стоит перед вами. Правильно ли я понимаю, что суть дискуссии, и дискуссия это, наверное, разворачивается не только в нашей студии, но и в обществе, в том, что одни предлагают закрутить гайки и радикализировать законодательство. Как далеко мы можем зайти, насколько это правильный подход? Прокомментируйте нам, пожалуйста. Знаете, здесь уже упоминалась речь президента на послании, когда он обозначил следующий посыл по поводу усиления полномочий прокуратуры. Он говорит, товарищи, вы на 100% начните пользоваться теми полномочиями, которые у вас есть на сегодняшний день. И он был прав. Знаете, когда мы сейчас обсуждаем конкретный случай, наверное, надо уже перейти к более широкому обсуждению, потому что если конкретный организатор наркопритона не был привлечен к уголовной ответственности, он не сидит в тюрьме, значит, кто-то либо недоработал, либо действительно сработала коррупционная составляющая. Но я вас уверяю, у этой коррупционной составляющей есть фамилия. И наша задача не обвинять офицера, который сюда пришел, потому что, вы поймите, нам проще. Мы гражданские. Вот что хотим, то и говорим. С нас никто не спросит. За каждое его слово на него завтра могут подать суд или выгнать с работы. Это основная проблема именно диалога между обществом и властью, потому что они, к сожалению или к счастью, они все-таки должны следить за своими словами. Да, и главное, что человек не может ничего сказать, не имея жестких доказательств, правильно? Конечно. Так вот, насчет закручивания гаек нужны адекватные, комплексные меры. Уйти нам с вами от популизма, говорят, давайте каждого второго расстреляем. Было уже, ни к чему не привело. Необходимо одно, я вам скажу несколько вещей. Первое. Нам необходимо удержать тех профессионалов, их осталось, к сожалению, не так много, в правоохранительной системе, которые еще есть. Создать предпосылки для того, чтобы новые профессионалы туда пришли. И решить самую главную проблему, которая сейчас, я считаю, есть. Это преемственность кадров. Потому что профессионалы ушли, новые еще не пришли. И вот этот разрыв, безусловно, существует. И самое важное. Необходимо создать предпосылки для того, чтобы сотруднику полиции выгодно было, не только полиции, всей правоохранительной системы, выгодно было быть честным, дожить до пенсии. И чтобы он пенсию свою получил достойную. Вот это очень важно. Вот легенда, легенда, легенда в нашей студии. Вам слово, пожалуйста. Так вот, мы все время опять надо, 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 надо. А давай задаем себе вопрос. А кто сегодня управляет правоохранными процессами в стране? Наделали и не без оснований много силовых структур. Но кто управляет, кто разрабатывает уголовную правовую политику? Когда-то был отдел адом органов ЦК. Сегодня в структурах президента этого нет. Я предлагал это сделать в Совете Безопасности, переключив его на административно-исполнительный в свое время. Поэтому вот так рак, как в той басне. И еще одно, еще одно, не хочу никого обидеть, но по настоянию прокуратуры и бывшего прокурора Сухарева, мне как председателю комитета, я в Думе работал, пришлось вывести на отдельное голосование две профилактические статьи. Это частное определение суда о выявленных причинах и условиях. И представление следователя, который ведет дело, выявляет причину, условия. Вот то, о чем мы здесь спорим, доказали, не доказали. Назовите мне хоть одно дело, где вы это найдете. По оборонсервису, по сельскому хозяйству, по всем этим самым. Вы не назовете. А судья обязан вскрывать причины и условия. Кто рекомендовал, например, Пузнецова в Московскую область, вот будет суд, нам бы всем хотелось знать. И эти люди должны тоже понести хотя бы моральное наказание. Этого тоже нет. Поэтому я говорю, давайте делать то, что есть в законе, и не измышлять какие-либо. Владимир Иванович... Но для того, чтобы это было в законе, нужен орган, который бы управлял правоохранными процессами. Ну, хотя бы на уровне отдела. А не то, что каждый министр приходит и докладывает свои там проблемы. Владимир Иванович Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР. Как достойно или у нас законы, или нам действительно нужно закручивать гайки, как предлагает одна сторона нашей студии, или наоборот? Я хочу напомнить, что 40-50 лет назад критика органов правоохранительных была недопустима. Этого не было. Такова была система. Что происходило на фоне всего этого? Я хочу вернуться в двух словах буквально к расследованию убийства Наждановской, одного из ведущих работников КГБ СССР Афанасия. Дело не в том, что его убили, а дело заключалось в том, что в ходе расследования, когда у нас шли на экранах фирмы Петровка 38, Огарёва 6, Камне Мухтар, следствия ведут, знатоки, можно бесконечно перечислять. На этом фоне, как было установлено при расследовании, шло массовое, в Москве, подчёркиваю, в столице нашей Родины, массовое укрытие преступлений, совершённых работниками милиции. Прошло больше 40 лет. Ситуация абсолютно не изменилась. Почему? Вот здесь задавался вопрос, что нужно делать. Я говорю сюжету фильма, который мы сейчас смотрели. Посмотрите. Во-первых, в нём показывают совершение следователями, работниками милиции тяжкого преступления. Это злоупотребление служебными полномочиями при отягчающих обстоятельствах. Что же мы видим все с экрана, что видят телезрители? Сидит в ВИГО ВД и говорят, а какую ответственность понесли эти лица? Ответ. Уволили с работы, сняли и так далее. Вот поскольку там сама тема передачи говорит о безнаказанности, я полагаю, что безнаказанность сегодня вопиющая. Второе. Законы сегодня позволяют абсолютно в тех рамках, в которых они есть, принимать меры, наказывать виновных и так далее. Никто сегодня не призывал и не призывает к нарушениям закона. Я занимаюсь адвокатской деятельностью последние 20 лет. Я стою на стороне защиты прав людей. И я прекрасно понимаю, что огульное обвинение недопустимо или там, где оно не доказано. Но когда сталкиваешься с вопиющими фактами укрытия преступлений, и самое главное, что лица, которые это сделали, они остаются совершенно безнаказанными. Ну что вы показываете в сюжете? Стоит следователь, который нужно сидеть в тюрьме, да, бывшей. У неё берут интервью и говорят, простите, как вы оказались в департаменте, что именно где-то там в местном работе, по месту своего жительства и так далее. Как это может быть? Не могут доказать. Вы-то должны, да всё там, всё настолько элементарно доказывать. Мы это понимаем с вами, но не могут доказать. Да нет, поверьте мне, Толя, ну поверь мне, если... Это не только оправдательных приговоров выносит. Нет, да, ну простите, пожалуйста, вот я сегодня, например, слышу, да, о том, что взятку можно взять только с поличными и так далее. Да если бы это было так, то в 80-е, 70-е годы не было бы ни одного дела, ни мобильный рыбход, ни по сочи. Ну не было бы этого, понимаете? Кто сегодня работает, кто же знает с вами. Нет, нет, это одна из проблем, я понимаю, это одна из проблем. Но вы поймите одну вещь, я снова хочу вернуться к теме сегодняшней передачи. Вот поверьте мне, когда речь идёт, ведь я хочу напомнить одну такую истину, которая была в советское время. Ты её знаешь, Толя? Дознаватель, следователь, прокурор, суд, обнаружив признаки преступления, обязаны немедленно возбудить уголовное дело. Да. Ну разве это есть сегодня? Нет. Пётр Фёдорович Аков. А простите, я ещё сейчас закончу, я не буду много говорить. Вот вы знаете, то, что показали сегодня, как были в Медведково сокрыты вот эти дела, я не хочу перечислять те примеры, с которыми я сталкивался. Скажу только одно единственное, что среди следователей, органов внутренних дел, после выявления не этого факта, который показали, а аналогичных фактов по Москве, у них возникло такое циничное слово. Помойка. Вот в территориальных отделах милиции существуют помойки, где хранятся, ну ладно бы укрытое заявление о преступлениях. Там лежат уголовные дела 5-6-летней давности без приостановления, без прекращения, без принятия процессуального решения. Это возможно было в советское время при прокурорском надзоре? Нет. Давайте этот вопрос мы зададим Петру Фёдоровичу Акулову, полковник юстиции в отставке, 82 года человеку. Помнят прокуратуру 50-летней давности, возможно было бы это в советское время. Ответьте нам, пожалуйста, на вопрос с высоты вашего опыта. По моей памяти вспоминается один приказ, секретный в то время, главного военного прокурора в системе, в которой я тогда работал. О том, что был изобречен на Дальнем Востоке следователь военной прокуратуры за то, что он взял при расследовании уголовного дела, ему преподнесли в разное время три модных корейских зонтика, и он как-то повлиял, для смягчения это повлияло. Был осужден к лишению свободы военным трибиналом, сейчас они именуются военными судами, к трем годам лишения свободы. То есть за каждый зонтик по одному году. Система работала. Я не скажу, что она работала идеально, но она справлялась своими задачами. Сейчас же мы провалились в какую-то пропасть. Стыдно, обидно, жутко от всего происходящего. Продолжим сразу после рекламы. Не переключайтесь. В эфире программа «Вести Док». В эфире программа «Вести Док». Мы продолжаем. Давайте мы все-таки вернемся к главной теме нашей сегодняшней дискуссии. Что нам делать, чтобы победить нынешние, ну кто-то считает высокий, кто-то считает низкий, но и тем не менее уровень коррупции. Как нам быть? Вот Антон выступил с предложением, Никита Исаев хочет ответить. Видимо, не совсем согласен. На самом деле согласен. Во-первых, потому что Антон перевел в плоскость конструктива, что же нам делать, вместо того, чтобы что-то критиковать. Это очень правильно. Антон сказал, надо оставить хороших, убрать плохих, набрать еще хороших. Мы это уже делали при президенте Медведеве. Милицию превратили в полицию, провели переаттестацию, выкинули тех, которые переаттестацию эту не прошли в силу разных причин, назвали, что тех, которые прошли эффективные и так далее, они все дрожали. Перебью вас сразу, и вы знаете, что как следствие уровень коррупции снизился. Ну, то есть, видимо, механизм... Повторюсь, и сегодня я об этом говорил. Уровень взятки министра Колокольцев сказал, в Москве сейчас составляет 680, по-моему, 3000 рублей. Это в два раза больше, чем было несколько лет назад. Видимо, это инфляция. Относительно... Ну, инфляция, хорошо, замечательно. Я хочу сказать следующее. Вот простой пример. Я хочу понять, где мы наберем тех, которые будут профессионалами, компетентными и так далее. Например, вот вчера с одним губернатором одной области говорил, он говорит, вот туристический бизнес, например, я не могу бандитов, которые держат, криминал, который держит туристический бизнес, убрать, потому что других нет, которые придут и будут этим заниматься. Во многом та же ситуация в правоохранительной системе. Если Антон, который отвечает за этот вопрос и очень часто говорит, и я абсолютно согласен, что есть профессионалы, которые любят свою родину, и те, которые ответственно работают, они берут взяток. Это абсолютно правильно. Даже фамилии сегодня называли. Но где вы возьмёте плац тех, которые это сделают, и сколько вы им должны платить? Назовите зарплату. Сергей, я согласен. И именно поэтому мы с вами дискутировали, почему, говорит, какой нужен срок. Вот на это и нужен основной срок. Потому что сейчас... Какой нужен срок и какая нужна зарплата? Вы знаете, огульно, сейчас объясню. Огульно я вам сейчас даже не скажу, и никто вам не скажет, это 5 или 10 лет. К сожалению, нам сейчас... Подчёркиваю, к сожалению... Уже придётся ни мне, ни тебе. Я сейчас закончу. Так вот, смотрите, к сожалению, в том числе и причина из-за того, что у нас воспитание убрали из школ, из институтов, и мы сейчас это получаем. Так вот, моя точка зрения, что если будут выработаны дополнительные комплексные меры, дополнительные комплексные меры, и мы их реализуем реально, не на бумаге, а реально, потому что у нас очень часто происходят совещания, потом каждые полгода подтверждается то, что было раньше, да, а реально комплексные меры, то мы с вами получим результат первичный, ощущаемый, где-то через 3 года. И, кстати, Никита обозначил очень чёткий результат, который мы уже получили. Резкое увеличение стоимости взятки, я вас уверяю, это повышение уровня правового государства. Почему? Потому что в африканской стране вы можете кого-то купить за 5 долларов. Потому что страшно. Нет, минуточку. Минуточку, минуточку, вы можете, совершенно верно, совершенно верно. И чем выше уровень государства, да, тем меньше количество людей берёт взятки. Интересно. Серьёзно, серьёзно. Я вас уверяю, что если в Соединённых Штатах Америки вы взятку дадите там несколько сотен тысяч долларов, он возьмёт, потому что там уровень коррупции существенно ниже, чем в Африке. А в Африке за 5 долларов вы можете... Я за то, я за то. И количество людей, которые могут потратить на это деньги, тоже меньше. Вспомним случай, который был раньше. Пьяный за рулём, все в студии сидят, да? Буквально ещё несколько лет назад 100 долларов давали и ехал раньше. Сейчас несколько тысяч долларов минимум. Знаете почему? Потому что принципиальная позиция сейчас в суде и у сотрудников полиции, если отказывается от свидетельствий, сразу в суд. И Егорова взяла на контроль, если человек с этим материалом пришёл в суд, вы прекрасно знаете, что сразу полтора года лишения прав. Что касается денежных средств. Ранее, ранее, в советские времена была всё-таки более-менее достойна заработная плата. И там работали достойные профессионалы, которых мы сейчас видим. Потом, в 90-е годы, когда заработная плата была меньше, чем у дворных, чем у гастарбайтеров, чем у курьеров, огромное количество людей ушло либо в адвокаты, либо в другие организации, в разы стали получать заработную плату выше. И, к сожалению, пришли кто в правоохранительные органы? Случайные люди, которые сейчас вымывают сакур. Так вот, но, когда государство вновь в лице президента повернулось лицом к правоохранительной системе и резко повысило заработную плату, она, конечно, сейчас не та, которой мы хотели бы. Безусловно, не та. И социальное обеспечение, которое люди получат после пенсии, тоже не то, которое мы хотели бы. Но по сравнению с 90-ми годами, это, конечно же, другое. Ну, слушайте, вот в моем фильме, значит, сам занимался этой темой, причем довольно долго, вот эта история с Медведкова. Я сам был поражен, поскольку в этом пространстве низового криминала очень редко приходится вот так вот повариться. Так вот, когда мне доводится разговаривать с разбойником, с грабителем, с наркоторговцем, причем мелкими дозами, да, с семью, судимостями, с человеком, который зарезал жену, то есть, ну, дно общества. Так вот, когда такое дно общества признается, что оно заплатило 250 тысяч рублей, ну, копейки, смешно, и вышло. А вот следователь, которая подписывала им на выход, она же вот, и она работает в районной управе. А вот сидит офицер, который вытащил эту историю на белый свет, он уволен. Ну, и все. Значит, нет наказания. Никакого. Минуту. А вы знаете, что московские следственные изоляторы, у них вмещаемость 8,5 тысяч человек. А сейчас у них находится под 11 тысяч человек. Я как человек вам говорю, который проверяет эти следственные изоляторы. У нас переполняемость на 25% этих изоляторов. Это те люди, которые не смогли откупиться. Они столкнулись с честными сотрудниками правоохранительного блока. Можно сказать два слова? Вот все-таки вот выступление бывшего прокурора. Я могу сказать, что до 2008 года у нас не было закона, который бы определил, что такое коррупция. В 2008 году такой закон был принят. Сегодня создан Совет при президенте по противодействию коррупции. Есть национальный план по противодействию коррупции. Уверяю вас, те кадровые комиссии, которые существуют при президенте, из примерно 300 судей, которые претендуют на замещение должностей, дальнейшее переназначение, получение статуса судьи, примерно из 300 человек не проходят, где-то 50-100 человек. Вот представьте себе, почему не проходит? Потому что в декларации либо недостоверные данные, либо действительно есть сведения о том, что есть дополнительные имущества, дополнительные деньги и так далее. Не проходит такой судья. Мы просто живем по принципу. Мы начинаем решать проблему и становимся частью этой проблемы. Но давайте мы уйдем от этого. Если мы разумные люди, давайте мы предложим конкретные выходы из этого. Потому что всегда плохо и для государства, и для общества. А легче всего, Никита, рукать любые действия, которые сейчас предпринимают, называя это то замалчиванием, то наоборот показухой. Когда мы ничего не знаем о коррупции, мы ее замалчиваем. Когда мы узнаем о всплеске коррупции, мы говорим, что это показуха. Сегодня есть интернет. Сегодня есть, пожалуйста. Мое мнение, коррупция будет скрываться только в тот момент, когда она будет открыто показана. Лишь только в этот момент можно говорить о том, что сами люди будут с этим бороться. Вы говорите, что только в 2008 году мы назвали коррупцию коррупцией. Отлично, что сегодня мы смотрим этот фильм. У меня никаких сомнений, что какое-то звено в той борьбе с коррупцией этим фильмом мы сделаем. Чем больше их будет, и это будет на региональном и местном уровне, тем лучше. Но невозможно решить этот вопрос. Невозможно. Пару слов. Гатарий Григорьевич, договорите. Можно ли решить вопрос репрессий? Я еще раз подчеркиваю, уважаемые господа, вот мы же с вами даже знаем историю смертной казни, сейчас в нынешнем Китае. Что это решает проблему? Да нет, конечно. Мы прежде всего, так как собрались взятки, так и берутся. Мы прежде с вами... Китай это существенно решает проблему. У нас тоже... Очень спорное заявление. У нас тоже была смертная казнь, но это не значит, что не совершались преступления. Вопрос простой. Общество должно быть более адекватным к тому, что происходит, участвовать во всех этих процессах. Об этом я и говорю. Если мы говорим о правоохранительных органах, я знаю позицию министра внутренних дел. Любой сотрудник, который совершает правонарушение, не дай бог коррупцию, лично персональную ответственность, лежит начальник, его непосредственно, и его увольняет. Давайте я предоставлю в этой связи слово все-таки Алексею Молдаванцеву, человек, который не побоялся лишиться своей должности, пошел против системы. Верите ли вы, что разберемся мы с коррупцией? Я год не мог достучаться ни до кого, пока меня на прием не принял генерал-лейтенант на тот момент Якунин, спустя год, когда вышел первый фильм Бориса Соболева, за что ему огромная благодарность, и который меня клятвенно уверял, что там всем мало не покажется. Это про коррупцию. Но на сегодняшний момент ВОЗ и ныне там. Меня меньше всего, честно говоря, интересует посадка вот этих вот и увольнение, так сказать, исполнительных звена. Женщина, следователь, за которую я заступился, которая первая восстала против вот этой системы, ей 6 месяцев, еще раз подчеркиваю, 6 месяцев не платили зарплату. Она была действующей сотрудник полиции. На Иждивении находятся двое детей. Почему за это никто не понес наказание? Ее вынуждали оттуда уйти. Почему за это никто не понес наказание? Почему я, когда доложил непосредственному руководству, как я говорил в фильме, о том, что происходит с документами, со всеми, так далее, так далее, так далее, вместо того, чтобы принять кадровое решение и провести проверки, и провести проверки, люди начали, грубо говоря, заметать следы. Может быть, поэтому два года, уже вернее три почти, дело не смогут расследовать. А как мы действительно сегодня можем ответить вот человеку, который столкнулся с такого рода несправедливостью? Ну вот она, коррупция, казалось бы. Антон, ответьте. Вы знаете, очень здорово, когда офицер в силу своей офицерской чести, совести в виде несправедливости продолжает бороться и доводить дело до конца. Я вас уверяю, что вот именно благодаря таким людям и мы быстрее победим коррупцию. Я, знаете, насколько понимаю, дело касалось фальсификации отчетности в следствии. Правильно вы про это говорите? Потому что там ряд моментов было, я хочу понять, на какой конкретный факт все-таки мы сейчас говорим. Дело касалось, там была целая система, в которой принимали участие все правоохранители органов, включая надзорные, контролирующие, которые меняли данные преступникам, чтобы... А буквы вот эти меняли. Да-да-да, чтобы потом спецпроверки... Скажите, пожалуйста, по вашей информации, есть сейчас хотя бы один человек, у которого буква изменена, и он находится не в розыске, а спокойно сидит в квартире? Следственный комитет бабушкинский, который начинал это дело, он отловил всех отпущенных бандитов, за исключением этого Гафур Задея, который выехал. Их они осудили, уже приговоры, вот по Нарской, по это, вступили в законные силы. Все эти люди, они либо объявлены в розыск, либо они найдены. Либо сидят, да, но все те, кто вёл эти дела, все те, кто вёл эти дела, остались, так сказать... Смотрите, ну вот вы же встречали. Одну секундочку, я вам хочу ответить на ваш вопрос. До тех пор, до тех пор, пока наше руководство не научится признавать свои ошибки и не научится просить извинения, извинения ещё раз говорю, у людей никогда мы эту коррупцию не победим. Можно я отвечу? Это вот моё мнение. Я буквально продолжу, смотрите. Ну вот вы же встречались с генерал-лейтенантом Якуниным, да? И я думаю, что все в студии знают, что это кристально честный профессиональный офицер. Ну это же очевидно, да? Да, действительно. Вот он на экране, да? Агафьева, генерал-женщина, которая возглавляет следствие, это же новый руководитель следствия, вы это знаете, да? Она не так давно, и мы её прекрасно знаем. И ей покрывать то, что было раньше до неё, совсем не нужно. Я думаю, что здесь два варианта. Либо первый вариант, ещё раз подчёркиваю, возможно, до вас либо не доведены данные по результатам вашего обращения, и вы как опер понимаете, что не всё сразу, либо второй вариант где-то на каком-то определённом этапе замылилась. Я вам предлагаю, что вот мы вместе здесь с генералом Гурова, членом общественного совета ГУВД, и если вы нам дадите информацию, мы ещё раз внимательно вдвоём её проанализируем, и, возможно, опять же, совместно с вами обсудим её с начальником ГУВД. Потому что я с вами согласен, что если человек фальсифицировал данные, и не просто фальсифицировал отчётность, это где-то я ещё даже, извините за мою крамолность, могу понять, но если он исправил фамилию человека, находящегося в федеральном розыске, то он ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, потому что этот преступник завтра пойдёт обратно убивать. Да, но мы исходим из того, что всё это должно быть доказано до тех пор. Огуль на кого-то обвинять, наверное, было бы неправильно, особенно делать это сейчас в прямом эфире в студии программы «Вести Док». Слово Эдуарду Петрову, ведущей программы «Честный детектив». Спасибо огромное. Я хочу сказать, что Борис совершил тоже мужественный поступок, потому что на самом деле не каждый журналист берётся за такие расследования, потому что в наше время нужно быть не только честным, но ещё и смелым журналистом, пройти по всем этим отделам, записать всех героев. Но самое главное, то, что мы сегодня обсуждаем, это здорово, и я надеюсь, что выводы ведь и главное управление МВД по Москве сделает в отношении тех людей, которые сейчас, может быть, пока ещё бегают по улице. И в отношении этих людей не проводятся следственные действия, потому что покрывать этих людей сейчас никому не выгодно. Это будет очень и очень для всех проблематично, вы поймите. Никому не выгодно покрывать этих преступников. А по поводу борьбы с коррупцией, по поводу зелёного, конечно, надеюсь, можно уже объявить его международный розыск, создать ему проблемы. Сейчас скрывается в Америке, но так или иначе, где-нибудь куда-нибудь прилетит. Во Францию можно задержать и доставить к нам в Москву и произвести следственные действия. ВСКН, Следственный комитет. Надеемся, именно этим мы закончим эту историю. А самое последнее, последнее. Господин из зелёного, самое последнее, Эдуард. Самое последнее. И самое главное, ведь дела уголовные по поводу коррупции. Но давайте честно, вот раньше мы с Борей занимались 20 лет журналистикой. Не было такого, чтобы сейчас, тогда, например, чтобы губернатор был арестован с поличным и находился в СИЗО. У нас есть и Хорошавин, и Гайзер, и губернатор Тульской области Дудко, который получил большую взятку, получил 9,5 лет. 9,5 лет и находится в колонии строгого режима. И делает кирпичи в цеху, в фуфайке. И это тоже факт, ведь мы это сами снимаем. Но самое главное, не по мелочи работаем. И есть и крупные дела. Поэтому, конечно, от журналистской работы есть польза. Таких фильмов надо делать больше и рассказывать. Я думаю, что на самом деле это и есть главная задача журналистов и общества. Спасибо. Ещё раз спасибо огромное нашему автору. Фильма сегодняшнего, который произвёл впечатление, наверное, на каждого. И в студии, и перед экранами человека сидящего. Аплодисменты Борису Соболеву. Для того, чтобы эффективно лечить болезнь, важно поставить верный диагноз. Если воспринимать коррупцию как болезнь, как болезнь российского общества, то диагноз поставлен, первые шаги сделаны. Проблема в центре внимания, в том числе российского государства. Сложно говорить о том, что нет политической воли. На прошлой неделе, во вторник, все мы знаем, в Кремле было проведено антикоррупционное совещание, которое провёл лично российский президент Владимир Путин. Вот что он сказал. Важно не останавливаться на достигнутом. Важно не буксовать. И так быстро коррупцию победить, увы, не удастся. Главное, что мы, наконец-то, начали двигаться в этом направлении. В эфире была программа Вести Док. Спасибо огромное участникам нашей сегодняшней непростой дискуссии. Встретимся ровно через неделю.